Добрый день! Мы наконец-то начинаем первые дебаты между научным сообществом и лабораторией альтернативной истории. Дебаты организованы Обществом скептиков совместно с Культурно-просетительским центром Архе, где мы сейчас находимся, при поддержке портала anthropogenes.ru. Вести дебаты буду я, меня зовут Владимир Близнецов, я координатор Общества скептиков. Наши дебаты — это знаковое событие по трем причинам. Во-первых, в России почему-то не принято устраивать публичные дискуссии между научным сообществом и теми, кто претендует на альтернативное знание. Обычно обе стороны относятся друг к другу пренебрежительно, а к возможности открытого диалога настороженно. Во-вторых, потому что лаборатория альтернативной истории — это один из самых известных альтернативных научных проектов России. Его фильмы о поисках загадочных артефактов посмотрели сотни тысяч людей. Ну и в-третьих, это важно лично для меня, потому что в студенческие годы я смотрел фильм Андрея Склярова, я считал себя сторонником лаборатории альтернативной истории, но потом что-то пошло не так. И посмотрим, как получится в ходе сегодняшней дискуссии найти какие-то точки соприкосновения, смогут ли стороны понять друг друга. Тема сегодняшних дебатов — это супертехнологии против меди и камня. Речь пойдет о технологиях древних египтян, как они пилили гранит, как они его сверлили, как они строили пирамиды, и о том, почему лаборатория альтернативной истории считает, что они этого сделать не могли, и какие есть аргументы за и против этого. Со стороны научного сообщества в дебатах участвуют Максим Лебедев — кандидат исторических наук, египтолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, участник российских археологических экспедиций в ГИЗе и спикер-форума «Ученый против мифов». Николай Васютин — экспериментатор, реконструктор древних технологий, бывший сторонник лаборатории альтернативной истории и также спикер-форума «Ученый против мифов». Со стороны лаборатории альтернативной истории участвуют Даниэр Дегамов, координатор проекта лаборатории альтернативной истории, путешественник-исследователь, и Дмитрий Павлов, кандидат технических наук, директор НИИ гиперкомплексных систем. Надеюсь, что дискуссия пройдет корректно. Обе стороны ознакомились с нашим регламентом и обязались его соблюдать. По нашему регламенту запрещено козырять личными заслугами, обсуждать личность оппонента, злоупотреблять специальной терминологией, использовать демагические приемы ведения дискуссии. И модератор, то есть я, имею право в любой момент попросить спикера раскрыть любой непонятный тезис, если это потребуется. Теперь немного про наш регламент. У нас будет 4 блока без перерывов. Первый блок — это стороны будут представлять свои тезисы и свою позицию наиболее полно, как они это смогут. Там у каждого участника будет по 8 минут. Второй блок — это критика. Опять же, каждый участник получит по 5 минут, чтобы аргументированно выступить с критикой докладов оппонентов. Важное замечание, что критика может касаться только того, что подзвучало в докладах. Третий блок — это вопросы оппонентов друг к другу. Каждый участник получит право на 1 или 2 вопроса. Нужно будет постараться подготовить наиболее каверзный вопрос, чтобы поставить оппонента в неудобное положение и заставить его напрячь все извилины. И, наконец, четвертый блок — это вопросы из зала. Времени на этот блок будет предусмотрено достаточно в районе получаса, поэтому я надеюсь, что вопросов будет много и у каждого из желающих получится задать свой вопрос. Я постараюсь следить за тем, чтобы вопросов было одинаковое количество как ученым, так и лаборатория альтернативной истории. Общее время дебатов — 2 часа планируется. Прошу никого из участников не выходить за рамки регламента, потому что время у нас ограничено, и я буду вынужден прерывать, если вы будете очень сильно задерживать. И мы будем начинать. По договоренности первыми начинают лаборатория альтернативной истории. Первый доклад прочитает Дениар Дегамов. Это тот доклад? Это ваш доклад? Ну? Пользуюсь технической заминкой. Хотел бы воспользоваться случаем, поблагодарить организаторов данного мероприятия, а также наших коллег Максима и Николая за возможность сюда прийти и обсудить столь интересную тему. Продолжение следует... Ну, хотел бы в двух словах рассказать про наш научно-исследовательский центр. Мы являемся официально зарегистрированным научно-исследовательским центром в Министерстве юстиции. Мы занимаемся изучением наследия древних цивилизаций. Я вот специально здесь распечатывал, что такое научный подход. Я думаю, что мы не раз будем возвращаться к этой шпаргалке. Если в двух словах, научный подход — это способы исследования феноменов, систематизация, эксперименты, наблюдения. И самое главное — сделать так, чтобы доступность экспериментов была для всех. И наш научно-исследовательский центр строго за этот подход. Я также хотел здесь уделить внимание тому, что мы сегодня обсуждаем вопрос трансдисциплинарный. Эту фразу ввели в прошлом столетии. Что это такое? Это когда один вопрос изучается с позиции разных научных областей. Я вот здесь привел пример, как у нас делятся научные области. Допустим, если мы рассматриваем кандидатов, то более 20 есть возможности стать кандидатом в различных областях. И если мы рассматриваем сегодняшнюю нашу тему, наверное, здесь нужно было, чтобы присутствовали кандидат архитектуры, кандидат биологических наук, кандидат геолого-минеральных наук, кандидат химических наук. И, может быть, Максим добавит, он бы, наверное, здесь хотел бы еще видеть кандидат географических наук. А сегодня у нас участники с двух сторон. Вот Дмитрий Павлов, он кандидат технических наук. Максим, он кандидат исторических наук. Поэтому я бы, наверное, тему немножко перефразировал. Это не наука против ЛАИ, а я бы назвал тему трансдисциплинарное изучение вопроса наследия древних цивилизаций. Научные дебаты. Мы начали свою деятельность много лет назад. Логика была очень простая. Если рассмотреть вес известных трех пирамид, это примерно 15 миллионов тонн. Если рассмотреть все мегалистические сооружения, которые нам известны, получается примерно миллиард тонн обработанного камня в прошлом. Это, в принципе, уже, можно сказать, промышленный масштаб. И если была такая обработка, соответственно, мы предположили, что были, наверное, какие-то изъяны при их обработке. Инструменты оставляли свои следы. Может, какие-то были огрехи. Логика. Если мы возьмем обыкновенную палку, ее можно сломать, ее можно топором разрубить, ее можно ножом разрезать, ее можно болгаркой разрезать. И даже если уже не будет этого инструмента, можно по степени разлома палки понять, каким инструментом этот разрез или слом был сделан. То же самое происходит на твердых породах, таких как гранит и базальт. Очень много следов не только в Египте и по всему миру. Использование каменных, косиных или медных инструментов для того, чтобы получать достаточно серьезные следы, на таких твердых породах, как гранит и базальт. В прошлом веке известный археолог, экспериментатор Денис Ток пытался повторить эти следы. Он использовал известный инструмент, лучковую дрель. И он, в принципе, повторил то, что мы и так видим. То есть такие твердые породы можно обрабатывать простыми подручными инструментами. Вот примеры, которые получаются при использовании этих инструментов. Это то, что пропил Дениса Стокса. Он оставил на граните, используя медный палатно и абразив. И то же самое происходит сегодня. Тоже мы можем видеть инструменты. Я думаю, о них Николай поподробно расскажет. Ну, дьявол кроется в деталях. Если требуется вникнуть в детали, чтобы понять, что есть инструменты, которые оставляют следы, допустим, как сверловое отверстие в каменном топоре, а есть гораздо более загадочные следы, в данном случае это след сверления. Я не буду сейчас входить в подробность, что такое абразив, что такое медный инструмент. Это, может быть, мы попозже обсудим. Но если в двух словах, то используя достаточно простые медные инструменты, медное полотно, погрузив его в абразив, можно вполне делать, сверлить, пилить гранитные или базальтовые блоки. Но здесь есть одно «но». что это медное полотно не может быть тоньше определенного значения, потому что если оно будет тоньше, то просто никакой материал не выдержит такой нагрузки. Но опять-таки и вопрос тоже к абразивам. Это позже мы про это поговорим. И вот мы видим такие следы в Египте, где использовали, допустим, трубчатое сверление, использовалось медное полотно, или в данном случае это трубчатое сверление, медь плюс абразив. Как я говорил, что есть следы, которые вызвали у нас много вопросов. Но эти вопросы также задавал больше ста лет назад Уильям Питри. Он в свое время увидел, что есть интересные следы, которые, по его мнению, в то время превосходили в тысячи раз. Я бы сейчас рассмотрел конкретный пример. Есть оборота в Карнаке. Это вот распил, такой большой, примерно 4 метра. Мы сначала себе тоже поставили, как и любой научный подход, вопрос. А может быть, этот распил был сделан такими же простыми медными инструментами, инструментами, о которых я говорил раньше. Но мы использовали электронный микроскоп. Посмотрели. Это параллельные борозды, которые оставил, предположим, абразив. Они параллельные, равномерные. Ширина их не меняется. Это говорит о том, что абразив был не свободный, а закреплен на инструменте. Но это опять-таки позже поговорим, что это такое. Следующее. То, что мы видим в этом среде в Карнаке, ощущение, что это было таким острым инструментом, который пошел один раз 4 метра. Угол здесь получается 12 градусов. Такой же след можно оставить медным полотном с абразивом, но угол будет 20 градусов. Почему это важно? Потому что вот здесь вот разница. 20 градусов и 12 градусов. Потому что чем острее угол, тем больше нагрузки испытывает медное полотно. Соответственно, если мы рассматриваем этот угол, по нашему мнению, медное полотно не выдержит, потому что оно должно быть шириной примерно миллиметр. А если на такой большой поверхности, как 4 метра этим орудовать, оно просто как бумага разорвет, а не сможет за собой тащить абразив. Ну, мы это называем там V-пропил против U-пропила. Но если просто, это острый угол, а это угол такой немножко туповатый. Значит, это вот острый угол, то, что мы сфотографировали на Карнаке. Это вот то, что Денисон Сток делал. Вторая причина, почему мы отмели вариант, что это медные инструменты. На микроскопе посмотрели. В граните есть несколько слоев. Это кварц, это шпат. У них разная плотность по шкале МООСа. Но здесь получается, что под микроскопом этот инструмент сразу прошел безгранично оба этих и кварц, и шпат. Это говорит о том, что абразив тоже был, скорее всего, не свободный. Если бы это был абразив свободный, он бы был такой узкий, и он бы подтащил за собой менее мягкую породу. Я заканчиваю. И последний вопрос, который убедил нас в том, что это не ручные инструменты. Мы сделали анализ микровкраплений частички, потому что любой инструмент при пилении оставляет частичку на камне. Мы ее просмотрели и поняли, что эта частичка состоит из железа, олова, меди, никеля. Это один сплав. Если бы это был медный инструмент, то это был бы просто медь. Если бы это был, допустим, другой сплав, то это было бы железо и олова, и так далее. А здесь мы видим соотношение всех. И последний слайд. В двух словах. У нас уже за многие годы было более 67 экспедиций. Накопили 180 терабайт информации. Были в этих странах. С удовольствием готовы делиться этой информацией, следуя научному подходу. Сейчас мы сделаем проект, чтобы сделать систематизацию и доступ любым ученым к этой информации. И что дальше с этим делать? Не ограничивается одной страной, не только Египтом. Хотим сделать экспертный совет. Трансдисциплинарно, куда бы вошли не только кандидаты различных наук, но и, может быть, еще кто-то. Проведение совместных экспериментов, которые, следуя научному подходу, должны были бы быть доступны для всех. И последнее. Давайте собирать мозаику истории вместе. Альтернативной истории нет. Есть только одна единая история. Спасибо. Спасибо, Даньяр. Продолжает наши дебаты Николай Васютин. Николай, сейчас ваша очередь. Раз, два. Слышно? Я надеюсь, сейчас у нас технических трудностей не возникнет с презентацией Николая. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Еще раз. Сегодня я хочу поговорить о мифах, которые возникают благодаря небрежному отношению к фактам. Пожалуй, наиболее ярким примером является... Почему не переключает? Николай, я попрошу вас поближе говорить в микрофон. Пожалуй, наиболее ярким примером является миф о невозможности обработки медным инструментом твердых пород камня. То есть пошел он, миф сам существует давно, но громко озвучен с телеэкрана, он был академиком городницким. Сейчас даже сторонникам ЛАИ очевидна ошибочность такого высказывания, но тем не менее миф укоренился в массах, и теперь его оттуда выпилить практически невозможно. Как видите, можно просверлить камень не только медью, но даже и обычной палкой, используя абразив. Миф о том, что на древних образцах не обнаружено следов меди, также существует очень давно. Однако совершенно неожиданно в 2013 году этот миф получил новую силу благодаря выходу ролика об окончательных результатах анализа фрагментов карнастских варнов со следами пиления, о которых уже говорили. Не хотелось затрагивать ныне покойного Андрея Юрьевича Склярова, однако, говоря о лаборатории альтернативной истории, совершенно невозможно обойтись без его цитирования. Итак, в этом ролике, рассказывая об окончательном анализе исследований, он говорит следующее. Сейчас совершенно точно можно констатировать, на этом образце нет металлов вообще, вообще никаких, и разводят руками. Однако, в то же самое время, в январе 2013 года, был опубликован отчет об этом самом исследовании. Давайте откроем, почитаем. Обнаружены участки, на которых присутствуют многочисленные микрочастицы. Среди них выделяются как фрагменты минеральных зерен, так и микрочастицы металлов. Основными компонентами сплава микрочастиц являются медь и олово, то есть состав преобладающей группы микрочастиц, обнаруженных в ходе нашего исследования, совпадает с данными, полученными на основании археологического датирования. То есть создается такое впечатление, будто бы Андрей Юрьевич не читал материалов, заказанного им же исследования. То есть в дальнейшем, когда об этом документе стало известно, изменилась риторика ЛАИ. Следующий миф пошел, как ни странно, с подачи известного британского археолога Флиндерса Питри. Каким образом он умудрился обнаружить винтовую резьбу на одном из кернов, совершенно непонятно, однако миф существует уже второе столетие, которое пошел с его подачи. Давайте посмотрим на этот самый керн. Не знаю, как вы, но я здесь даже намека на винтовую резьбу не вижу. Довольно неплохо видна поверхность. И давайте сравним этот керн с результатом одного из моих опытов. Как видите, мой керн выглядит значительно лучше. И даже страшно подумать, что мог бы обнаружить Питри на его поверхности. Конечно, никаких здесь винтовых спиральных канавок нет. Канавки в среднем идут по кольцу, но так как эти кольца не идеальны, то в рисунке канавок при фантазии можно обнаружить все, что угодно. Комментируя слова Питри, Андрей Юрьевич заходит еще дальше академика Городницкого и бракуют для этой работы не только медные инструменты, но даже самые лучшие современные и еще не созданные инструменты на многие сотни, а то и тысячи лет вперед. Что штормозит-то? Странно. А, туда, наверное... Ой, зря. Ну ладно, это один из примеров такой работы. То есть каждый из вас при желании может такие же артефакты сделать собственными руками в домашних условиях. Это один из примеров. Это два отверстия, которые просверлены, одно при помощи корундового абразива, другое при помощи кварцевого. Это керны от этих же сверлений. Точно такие же следы получаются в экспериментах с пилением. Но единственное, уже канавки, естественно, следуют за траекторией движения пилы. Уже направляют туда все равно. Ну, это второй слайд. В принципе, там чуть поглуже прорезано. Уже сильно нажимаю, ну куда же. Вот. Это уже окончательный результат одного из экспериментов, то есть видные канавки. И при определенной фантазии здесь человек может обнаружить результат работы дисковой пилой большого диаметра, так как кромка в прорези имеет дугообразную форму. Миф о невозможности обработки гранита каменными орудиями пошел после попытки реконструкции этой работы Андреем Юрьевичем в каменоломнях. Он взял долилитовый молот в руки, два-три раза ударил им по камню и сделал, что так и сделает, что так работать нельзя. Антропогенез РУ Ну что ж, как же его нажимать-то? Антропогенез РУ также провел такую реконструкцию, но ребята не ограничились двумя ударами и в результате сформировался вот такой вот замечательный наружный уголок, который ребята даже отшлифовали. Немножко. Точно таким же способом, но только более легкими точечными, можно изготавливать любые изображения на камне, будь то там брельеф или статуи. А это результат нашей работы при полном отсутствии какого-либо опыта, если не считать уроки лепки в детском садике. Так, ну ладно. А, вот он вернулся. То есть точно такие же следы, которые образовывались в ходе нашей работы, можно в изобилии увидеть практически на всех древнеегипетских памятниках. Здесь вы видите каменоломни. Каменоломни просто сплошь усеяны такими следами. Точно такие же следы располагаются на завершенных изделиях, которые, эти следы проступают даже сквозь обработку. На этом снимке вы видите одну из самых великолепных статуй древнегоегипта, статуя фараона Микерина и его супруги. Хорошо заметно, что грозного царя мастер боялся явно больше, он обработан намного лучше. А вот не столь продвинутой царице не так повезло, и полировочка не та, и в труднодоступных для работы местах хорошо видны следы ударов, оставшиеся ударной обработки. Это вовсе не следы повреждений. Если же опустить взгляд ниже, то там еще все более печально, то есть и уже и на ногах видны удары у фараона, а ноги царицы таки вовсе совсем плохо обработаны. И здесь у меня как у строителей сразу аналогия такая, то есть когда мастеру не хватает работы вот сегодня, или же может быть заказчику не хватает времени на работу, обычно уделяется особое внимание наиболее важным частям изделия. В данном случае фараону самому непосредственно и рисом, конечно же. Менее значимые части опускаются. И вот точно такое же здесь у меня такая же точно аналогия. Ощущение такое, что мастер собрал инструменты и оставил ноги царицы хамерне пенебритами. И выводы теперь. Следы, оставленные древними мастерами на своих изделиях, демонстрируют примитивность использованных ими технологий и хорошо воспроизводятся экспериментально. мифы о машинной обработке являются следствием неправильной интерпретации таких следов и некомпетентности распространителя этих мифов в некоторых технических тонкостях. Что неудивительно, ведь самые древние технологии, как и применяемые инструменты, давно забыты и вышли из употребления. Объемы строительства, высокое качество некоторых древних изделий могут лишь вызывать восхищение организации труда и мастерством древних прорабов. В заключение хочу пожелать нашим оппонентам, как и другим любителям, увлекающимся исследованием древних технологий, лучше проверять факты и наладить контакт с профессионалами, занимающимися такими же исследованиями. Спасибо. Спасибо, Николай. Продолжает дебаты Дмитрий Павлов. Прошу за кафедром. Мой интерес к строениям, древним строениям Египта возник еще до образования ЛАИ, до того, как Скляров занялся Египтом. В частности, меня интересовали вопросы, которые были в компетенции сейсмологов. И вот на аренке рядом со мной профессор Хаврошкин, который тоже хотел сегодня приехать, но не смог, и его команда. Эти исследования являются чисто научными, а не антинаучными, поскольку сейсмология настолько жизненна, что глупо ее отрицать. Есть кто-нибудь в зале, кто скажет, что исследовать пирамиды с точки зрения сейсмологии неправильно, ненаучно и не нужно? Поднимите руки. Нету. А вот Захихавас отказал такому изучению, сказал, идите лесом. Несмотря на это, все-таки появились работы, связанные с этими сейсмическими исследованиями. Дмитрий, я вас попрошу поближе держать микрофон. Плохо слышно. Эти работы опубликованы и можно их увидеть. Второй момент, который тоже не будет никем оспариваться, как антилоучный и ненормальный, это исследование так называемой финслеровой геометрии. Мы проводили в Египте не одну конференцию, вот здесь порядка 20 стран и 80 участников, которые занимаются не пирамидами, а пирамидообразными формами, возникающими в финслеровой геометрии. И это математический факт, что изотропный конус в этих пространствах не круглый, как в пространство Менковского, которое все знают, а граненый. А уже аналогия с пирамидами возникает как следствие того, что знают финслеристы и того, что знаем все мы как обыватели, ну или специалисты по древней истории. И вот верхний ряд это следствия, технические следствия того, что в пространстве Менковского есть электромагнитное поле, и сегменты линз, параболоида, гиперболоида используются для того, чтобы сфокусировать свет, направить излучение в нужное место и поймать электромагнитные волны. А граненые формы внизу это будущее нашей науки, если будут открыты поля, которые связаны с финстеровой геометрией. Я в этом не сомневаюсь, и вот те математики, они изучают именно эти формы, а то, что они оказались иногда похожи на пирамиды, это был всего лишь курьез, но забавный. Теперь я подойду к тому, что можно исследовать, если вы хотите действительно научным образом понять, относятся пирамиды к некой высокоразвитой цивилизации или были построены фараонами и их подручными. Это пирамида Хефрена, она интересна тем, что вокруг нее кончики стрелочек показывают места, где имеются очень необычные отложения. На поверхности буквально земли находится масса, похожая скорее на грязь, которая отличается от известняка. Вот, например, одна из так называемых ладейных ям, а на ее боках находится серо-буро-малиновая масса. Явно даже видно, что это не известняк. Отдельный образец выглядит как заполненная расщелина такой массой. В руках это выглядит как такой тоже не известняковый кусочек, но это все лирика. Химический состав, который попросил сделать специализированный институт по минеральному сырью, показывает, что в этих отложениях, которых не один десяток, вокруг одной отдельно взятой пирамиды, до 35% по массе железа. Это древние отложения. И археологи вынули эту массу из этих ладейных ям и выбросили как ненужную. Никто химического состава ее не проводил, если я ошибаюсь, вот Максим меня поправит и приведет свои формулы, что же они вынули из этих ладейных ям. Но самое интересное, это элементы, которые составляют микро части, в частности, уран, здесь составляет 34 грамма на тонну. Это я не скажу, что руда урановая, но откуда он там взялся, этот уран? И самый важный момент, который я хотел бы заострить в этом коротком своем выступлении, что просто проводить химические анализы тоже ничего не решит. Так же, как и споры с тем, как обрабатывался гранит, то ли примитивными медными инструментами с абразивом, то ли каким-то супертехникой, никогда не расставят точки между спорящими сторонами. Нужно искать такие методы анализа, которые приводят к бесстрастным цифрам. Одним из таких способов является получение соотношения изотопов. Надеюсь, аудитория знает, чем отличается просто химический элемент от изотопов. Так вот, есть так называемое природное соотношение изотопов, а есть искусственно сделанное. И если в будущих, потому что такие анализы еще не проведены, исследованиях будет обнаружено, что вот тех самых отложений, где много железа и много урана и других элементов окажется, что изотопный состав и железа, и урана, и других элементов окажется неприродным, извините, придется смириться с тем, чтобы искать, кто, как говорится, оставил эти следы. Моя версия, что это оставила древние высокоразвитые цивилизации, мнение наших уважаемых оппонентов, что это было оставлено обычными крестьянами. Только откуда у крестьян это еще не произошло. Я призываю к тому, чтобы эти исследования были проведены в содружестве с египтологами, в содружестве с географами, с сейсмологами и так далее. Все научно-общественно, вся научная общественность должна в этом плане объединиться. Ведь у нас есть уникальное место, это древний Египет, есть уникальные памятники цивилизации. Они не принадлежат одним только историкам. Мы сейчас находимся в таком состоянии, как цивилизация, когда этим памятниками должны интересоваться все разумные люди. Мы на пороге кризиса, который может быть непреодолен. А если у нас, оказывается, под носом были некие следы неких высокоразвитых цивилизаций, может нам к ним скоро придется обратиться, чтобы уцелеть как вид и перейти в другое тысячелетие, ну или в другое столетие. Я на полном серьезе говорю, такая опасность имеется. Пользуясь случаем, прорекламируя то, что мы проводим нормальные, спокойные научные семинары, очередной семинар будет в середине этого лета, а это предыдущий, в старинном русском городе Муром. Найдете информацию на интернет-ресурсах. Ну и поскольку у меня еще одна минута есть, напоминаю о том, что среди современных технических устройств есть мегалитические, соизмеримые по своим размерам с пирамидами. И если пройдет несколько тысяч лет, все металлическое сгниет и уйдет куда-то туда, под землю с ручьями и так далее. И вот по этим остаткам, а не по этой форме, заполненной алюминием чаши, наши потомки будут судить, что здесь когда-то стояло. И если они будут относиться к ответу на вопрос, кто построил вот ту остатки чашеобразной формы, так же, как относимся мы сейчас к пирамидам, то ясное дело, они никогда не догадаются, что был радиотелескоп. А нужно исследовать все то, что можно исследовать. Благо, химанализ, изотопный химанализ, никто не отменял, он имеется и будет помогать в ответах на вопрос. Ну а коли так, я допускаю, что вот эта аналогия, она чисто от балды. Мы знаем, как выглядят современные радиотелескопы. И если бы эту картинку показали, допустим, всего лишь 100 лет назад, ученые, даже самые великие, долго бы думали над тем, для чего эти конструкции поставлены. Ну, скорее всего, сказали, что это какие-то религиозные объекты. Не случилось ли так, что мы, глядя на пирамиды, не видим их техногенного устройства? Я не знаю. Я хочу понять и получить досконально правильный ответ. Спасибо, я закончил. Спасибо, Дмитрий. И завершает наш первый блок Максим Лебедев. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы обратиться к людям, которые обладают критическим мышлением, для того, чтобы обсудить любопытные явления, которым является так называемая альтернативная наука вообще. Надо понимать, что сегодня изучением истории Древнего Египта занимаются тысячи людей по всему миру. и благодаря их усилиям вот уже на протяжении более двухсот лет постепенно создается все более непротиворечивая картина жизни на территории Древнего Египта, на территории Египта с Палеолита до настоящего времени. И эти люди занимаются не просто изучением каких-то конкретных памятников или следов на этих памятниках, а занимаются изучением процессов, а также целых комплексов данных. Ну, как это примерно работает? Возьмем, скажем, да, возьмем какую-нибудь гнейцевую статую. У нас есть конкретный археологический контекст и архитектурный контекст. У нас есть гнейцевые каменоломни, где добывался этот материал. У нас есть надписи Древнего Царства, находящиеся в этих каменоломнях. остатки жилищ, где жили рабочие, керамика Древнего Царства, керамика Древнего Царства, которая находится там же. Остатки пандусов, которые использовались для того, чтобы грузить добытый материал, изобразительные источники, есть конкретные орудия, результаты лабораторных анализов соответствующего материала, данные экспериментальной археологии, хозяйственные, административные и производственные комплексы на территории Гизы, относящиеся к эпохе Древнего Царства, некрополи и, соответственно, антропологические материалы. И примерно с таким объемом данных приходится работать современным историкам и египтологам, когда они занимаются изучением конкретных древних памятников. Что касается альтернативной так называемой науки, то она у нас зиждется на трех очень обаятельных китах, которыми нас пытаются увлечь. Первое — это обыденное сознание. Нужно понимать, что, к сожалению, увы и ах, каждый из нас, выходя за пределы своей компетенции, оказывается дилетантом, то есть неспециалистом. Это совершенно нормальная ситуация. Современная научная картина мира очень сложна, разобраться в ней без специальных знаний довольно сложно, а верить не хочется. Хочется сохранять свою независимость во многих отраслях знаний, желательно во всех, начиная от психологии и медицины, заканчивая астрофизикой и историей. Нужно понимать, что если вы ставите перед собой такую задачу, к сожалению, решить ее получится на довольно примитивном уровне, то есть на уровне своего обыденного сознания и своего простого жизненного опыта. Сегодня в университетах не преподают то, каким образом работать с древними орудиями. К сожалению, как бы не хотелось в это верить, но современный инженер или физик или строитель не может аргументированно судить о древних технологиях, если он остается точно таким же дилетантом, как и люди вокруг, если он не имеет опыта работы с этими инструментами, если он не знаком с теорией и практикой проведения экспериментальных археологических исследований. Да, сегодня у нас пилят каменные блоки с помощью циркулярных пил, перевозят и с помощью тягачей, но насколько можно использовать этот современный опыт применительно к древности, да и тем более даже к XIX веку, или мы будем утверждать, что здесь у нас изображены представители какой-то древней цивилизации атлантов. Второе, это, к сожалению, незнание контекста. Дело в том, что изучая литературу, которую используют представители лаборатории альтернативной истории, можно сделать вывод, что авторы имеют крайне приблизительное представление о том, в каком состоянии находится современная египтология и на каком уровне обсуждаются там проблемы. Но, в частности, уважаемый оппонент Дмитрий Павлов в одном из своих недавних видео обвинил археологов и египтологов в том, что в их исследовании не используются естественно научные методы, в частности, не изучается химический состав металлов, который находят в древних гробницах. Но, к сожалению, это незнание не просто современной литературы, а это незнание литературы по теме вообще, потому что на протяжении XX века были сделаны тысячи лабораторных анализов различных металлов, которые находились в конкретных египетских контекстах. Но не это, на самом деле, самое главное. Это стандартная процедура, которая используется современными археологами, в частности, египтологами, для определения источника сырья, а также для того, чтобы выяснить, какие технологии использовались в производстве. Из недавних работ можно вспомнить, скажем, буквально в прошлом году опубликованную работу большой группы исследователей из Чехии под руководством Мартина Одлера, которые изучали металлические предметы, найденные в Гизе. И там были любопытные результаты. Например, довольно большое содержание мышьяка, что говорит о том, что на самом деле мы имеем дело даже не с медио, а с мышьяковистами, такими брозами, что традиционно для третьего тысячелетия вообще по всему Ближнему Востоку. Кроме того, там было сделано любопытное наблюдение, что для изготовления найденных медных инструментов использовалась проковка активно. Но самое главное, что источником этой меди часто служили месторожения в Восточной пустыне, что любопытно, потому что письменные, например, источники говорят о том, что основным источником меди во времена Древнего Царства были сенайские месторождения. И никоим образом это ученые не скрывают, наоборот, очень заинтересовались этими исследованиями. Поэтому я могу здесь только развести руками и посоветовать соответствующую литературу, с которой можно было бы ознакомиться. Ну, наконец, отсутствие научного метода. Здесь надо сказать, что в самом начале я обращался, как вы помните, к людям с критическим мышлением. Критическое мышление это способ познания мира, при котором человек ставит под сомнение не только приходящую информацию постоянно, но самое главное это свои собственные убеждения. И, к сожалению, этот термин не встречается ни разу ни в книге «Цивилизация богов и здравым смыслом». Ну, хорошо, факт для ученых это научное знание, которое доказано. Ну, к сожалению, очень часто то, что называется фактами в публикациях в лаборатории на самом деле является интерпретациями тех следов, которые были найдены на древних памятниках, а чаще даже просто недоумение, как эти следы могли быть получены. То есть, на самом деле это не факт и, кроме того, доказать их эти интерпретации невозможно, потому что многие авторы лаборатории исходят из того, что исследователь не должен ограничивать внимание свою фантазию в деле реконструкции ну или выдумывания древних технологий, потому что эти технологии могли принципиально происходить все, что мы знаем. Ну, о логике я уже говорил. Логика строится, логические заключения часто строятся либо на основе незнания контекста, к сожалению, либо на основе недоказуемых интерпретаций. Ну и, наконец, последнее это здравый смысл. Вот апелляция к здравому смыслу к сожалению говорит о том, что автор драматически не понимает, что такое наука, потому что здравый смысл это наш осознанный жизненный опыт. Здравый смысл это то, к чему мы апеллируем, когда не хотим или не способны вдаваться в детали. К сожалению, в науке здравого смысла недостаточно, апелляция к здравому смыслу недостаточно, потому что научные знания подразумевают постоянную проверку данных. Ну и, наконец, последнее, чем я хотел закончить. Как мы можем отделить научную гипотезу от лженаучной? Научная гипотеза, она принципиально опровергаема. То есть гипотеза о том, что при пилении блоков пирамиды не могли использовать циркулярные пилы, это научная гипотеза, потому что обнаружение первой даже такой пилы приведет к тому, что она будет отброшена в надежном археологическом контексте. А вот гипотеза о том, что в древности существовали некие сверхтехнологии, которые, возможно, превосходят все, что нам известно сегодня, это не научная гипотеза, ее невозможно проверить. Вот уже ученые, они принципиально не могут сформулировать какое-то наблюдение или эксперимент, который может заставить их отбросить свою гипотезу. И поэтому в конце я хотел задать очень простой конкретный вопрос. Если вы ученые, то какой эксперимент или наблюдение может побудить вас отказаться от собственной гипотезы? Спасибо большое. Спасибо, Максим. На этом мы завершаем наш первый блок. Наверняка оппоненты в докладах друг к другу услышали то, с чем они не согласны в той или иной степени. И сейчас у каждого участника будет по 5 минут, чтобы предметно возразить на те тезисы и аргументы, которые высказали оппоненты. Если сторона лаборатории альтернативной истории готова, можете приступать. Даниэль, Дмитрий, кто? Да, в течение 5 минут можно выступить, сказать, с чем они согласны. Наверное, вы заметили, что в принципе мы говорим об одном и том же, что должны быть эксперименты, должен быть использован научный подход, нельзя ставить какие-то теории, которые не основаны на фактах и доказательствах. Именно поэтому я и предложил сделать экспертный совет, в который будут входить представители различных научных научных чтений. И сделать эксперимент. Взять те следы, которые мы считаем невозможно сделать медными инструментами. Допустим, вот этот пропил в Карнаке. У нас есть очень много таких инструментов. Можно, конечно, сейчас использовать и смотреть, как это было сделано визуально, но мы живем уже в современном мире нужно использовать уже более технологичные вещи, которые используем мы. Мы используем и электронный микроскоп, мы используем и спектроанализ. Это очень дорогие исследования. Мы, мало того, мы повторно, повторно и повторно эти анализы проводим, как того и требует научный подход. И мы готовы этой информацией делиться. Именно поэтому мы хотим и делаем сейчас проект по систематизации всех наших знаний. Любой ученый может поехать на любой объект по всему миру, следуя нашему справочнику, посмотреть фотографии, сделать какие-то эксперименты и так далее. И я очень рад, что мы здесь сейчас дискуссируем на эту тему. Нету понятия научно и ненаучно. Мы все используем научный подход. Иногда мы делаем какие-то предположения, но мы оговоримся, что это предположение, это не доказательство. Я думаю, что мы сейчас должны поставить вопрос, существовала ли высокотехнологичная реализация в прошлом или не существовала. Исходя из этого, уже дальше двигаться. Соответственно, я теперь вопрос могу задавать, да? Что? Я теперь могу вопрос задать следуя регламенту? Нет, вопрос будет в третьем блоке. Сейчас, если вы закончили, то вы можете передать слово. Спасибо большое. Николай и Максим, есть у вас что возразить по поводу выступлений? Николай начнет, да? Сейчас критика докладов, прозвучавших. Так, итак, мне у Данияра хотелось бы спросить, какой именно, тоньше какого значения не может быть толщина инструмента? Это раз. Если что, вопросы не сейчас. Нет, ну это как критика, понимаете, то есть это встречный вопрос в плане критики. Потом, ну это элементарно-техническое мышление, то есть тут не надо ничего такого особого. От чего зависит форма прорези, о которой мы говорили, да? Вы видите, что здесь у меня, вот здесь вот один угол, вот здесь вот другой угол, а вот если взять вот эти камешки, то тут третий угол, да? Ну, там взять, там еще четвертый будет угол, понятно, да? И измеряли ли вы вот эти вот углы в разных местах вот этой прорези карнавской неровной и на рядом расположенных прорезях? Там они разные. Так. Ну, по поводу кварца и шпата это я отвечу потом, наверное. Ну, вот, пожалуй, все, потому что критика моя в том состоит, потому что приводятся факты какие-то, которые, в общем-то, не имеют статистики. Нужно набрать статистику перед тем, как утверждать, что вот такой вот угол именно имеет надрез везде, да, к примеру. А взят один какой-то надрез произвольный, случайный этот угол, не случайный этот угол, непонятно. Так, потом к Дмитрию вопрос такой. Какие именно поля, надеетесь вы, открыть? Ну, это, наверное, позже ответите. Хотелось бы отметить, я просто раньше смотрел ваше видео, некорректный отбор проб, то есть, в принципе, плато ГИЗа, это большой мусорник возле пирамид, да. Можно открыть там папочку ЖМК в компьютере мою. И отбор проб был взят, в принципе, на поверхности, глубоко не углублялись, поэтому что там, непонятно, да. Любой файл откройте, прям по порядку, сейчас мы будем их. И сразу хочется спросить, брали ли вы пробы в других местах плато ГИЗа. Там такие же выходы есть. ЖМК, да. То есть, то, о чем говорил Дмитрий, это, во-первых, может быть железо-марганцевые конкреции. Вы видите, куча элементов разных существует в них, да, может быть. Ну, это средний такой состав. Я, конечно, не геолог, могу что-нибудь наврать, извиняюсь, если что. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. 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 То есть, то, о чем мы говорим, называется керасой. То есть, кераса – это плотное и крупное мелкобобовое сложение, реже пористо-кавернозоватое, состоящее из кремнезиома, глимнезиома, окислов, гидрокислов железа, связанных с латеритовыми корами, ну и так далее. В условиях жаркого климата, причередование сухих дождливых периодов путем инфильтрации гидрокислов железа, кремнезиома, верхние слои земной коры. Мощность керасы в тропическом поясе обычно не превышает 3-5 метров, изредка достигает 10-15 метров. Эти отложения могут иметь ценность для разработки как руда. можно следующий слайд. Хорошо сейчас виден снимок сверху, вы видите, все рыжее. Вот это и есть керас. То есть это вот выходы. Можно следующий слайд. Рядом вон состав тоже, кстати. Ну это, собственно, тот же слайд, да? По-моему, там все уже, да? Ну то есть вот эти вот выходы, они по всему плато Гиза, я не понимаю, почему взята именно из вот этой конкретной ямы. Откройте песочки, и вы там то же самое найдете. Все, пожалуй, спасибо. Спасибо. Сейчас очередь Дмитрия. Я напомню, что возражать нужно тому, что прозвучало в докладах. А задать вопросы можно будет в следующем блоке. Прежде всего, хочу обратить внимание аудитории на то, что в России сейчас есть уникальное явление. Называется комиссия по борьбе с ЛЖ-наукой. Возникла по инициативе Академики Кинзбурга, возглавлялась долгое время академиком Кругляковым. Существует мнение, что это необходимая совершенно для развития науки комиссия, хотя точно так же существует мнение и очень уважаемых ученых, что это само по себе вредное явление, поскольку тормозит мысль. И если вообще в науке начнется единообразие, то прогресса точно не будет никакого. И я хочу привести пример исторический, известный. Это выступление нашего соотечественника Лобачевского, который еще в 1826 году предложил совершенно новую, он ее называл воображаемую, геометрию. И вот в таких академических кругах эта геометрия воспринималась крайне агрессивно. Он был одним из первых лжеученых в России и известный ученый-математик того времени Астроградский говорил, что Лобачевский недостоин звания сельского учителя, потому что он не знает геометрию, не понимает простых истин и вообще идет не туда, куда надо. Что же мы знаем о Лобачевском сейчас? Что это оказывается великий ученый, и он предсказал геометрию, которая сейчас вполне заслуженная и используется в специальной и общей теории относительности, и на Лобачевского никто никаких баллонов не катит. Параллельно с Лобачевским был Гаус, великий математик из Германии, который открыл раньше Лобачевского свою геометрию, но не стал об этом говорить ни слова, по той простой причине, что он понимал, как только он произнесет что-то не укладывающее в современное научное сознание, он тут же будет объявлен сумасшедшим. Поэтому положил это все в дальний ящик стола и ни разу не говорил о своих открытиях, кроме как другу, который рассказал об этих открытиях своему сыну. Сыном оказался Янаш Бальяя, венгерский математик, который Гаусса не послушал и тоже открыл геометрию Лобачевского, назвал ее по-другому и оказался чуть ли не в сумасшедшем доме, потому что естественно его также не только в России не приняли эту геометрию, но и в Венгрии, и в Европе. Я очень бы не хотел, чтобы в России поцарилась та самая атмосфера, когда одни ученые делятся на лжеученых, только потому, что остальная масса воспринимает их как отщепенцев, что они недостойны звания ученого, потому что то-то, то-то, то-то. Должно быть разрешено искать в разных направлениях, в том числе и в тех, которые представляются на сегодня невозможными. Пускай не ошибутся, пускай мы ошибемся, как лаборатория альтернативной истории, но если не будет позволено и найдено инструментов, чтобы мы проводили свои исследования, а сейчас это запрещено, или не приветствуется, ведь перед тем, как мы здесь с вами собрались, у нас была попытка устроить дебаты с уважаемым сообществом египтологов в лице Центра египтологических исследований РАН и с госпожой Беловой во главе. Более того, те геофизики, которых увидели на первом слайде, по просьбе Беловой ездили с ними на раскопки в Мемфис, помогали в изучении слоев, делали какие-то предсказания, то есть с нашей стороны поддержка в исследованиях египтологов была на нашу просьбу устроить дебаты, тихой сапой все рассосалось и слава Богу сегодня дошло до какого-то прямого разговора. Я очень благодарен и присутствующим, и тем, кто в невидимых слоях допустил такое крамольное событие, потому что только в прямых столкновениях, в дебатах, в поиске таких формулировок экспериментов, которые станут решающими и возможно приближение к истине. Так что еще раз хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому событию и надеюсь, что мы сформулируем тот эксперимент, который действительно может оказаться решающим. Я такой эксперимент со своей стороны готов предложить, так же, как готов, буду выслушать аналогичное предложение со стороны наших оппонентов и приглашаю их принимать участие в нашей команде, которая будет этот эксперимент готовить. Ну и сам напрошусь к ним, если они предложат эксперимент согласованный, который будет понятным и так далее, с тем, чтобы посмотреть, что получится, и если окажется, что прав только одна сторона, лично я готов изменить свои взгляды, тем более, что для меня они не принципиальные, меня интересует финслеровая геометрия, гиперкомплексные числа и структуры, которые в будущем будут работать с полями, которые на сегодня неизвестны. Мне зададут в будущем вопрос, что же такое за поля, за минуту постараюсь об этом объяснить. А сейчас спасибо. Спасибо, Дмитрий. Я все-таки еще раз напоминаю, что возражения должны касаться того, что прозвучало в докладах, а не про странные монологи. Максим, у вас 5 минут. Спасибо большое. Спасибо большое уважаемым оппонентам. Я хотел обратить внимание на несколько моментов. Ну, прежде всего, самое главное, о чем сейчас только что было сказано и о чем говорилось в том числе вот был заголовок в первой презентации у Данияра про упоминание камней, которые падают с неба, соответственно, это невозможно, да, ну, а впоследствии оказалось, что очень даже возможно. Так вот, надо понимать, что это очень похоже на случай с Гауссом или Слабачевским. Любая научная теория, о чем я говорил, или научная гипотеза, как в случае с Слабачевским, отличается тем, что в ней есть некие критерии, которые можно проверить и, соответственно, доказать ее состоятельность либо несостоятельность. никто не отрицает, что в науке, особенно в академической среде, где заседает очень много людей солидного возраста, существует консерватизм, да, это совершенно нормально, а вы назовите, пожалуйста, какую-нибудь сферу жизни, где консерватизма не существует. Но наука такой и научное сообщество такой организм, который способен этот консерватизм преодолевать. И делается это очень просто. Гипотеза подвергается проверке, если она выдерживает критику, то она принимается. И это произошло и с Гауссом, и с Слабачевским. Ну, и то же самое произошло и с камнями, которые падают с неба. Поэтому я не случайно хотел бы очень четко услышать ответ на вопрос, какое наблюдение или какой эксперимент мог бы сподвигнуть уважаемых оппонентов как-то изменить свою точку зрения. Это просто не потому, что я хочу, чтобы она изменилась, а потому, что я бы хотел быть уверен, что это научная гипотеза. Дальше. Речь шла о промышленных масштабах производства каменных изделий, каких-то каменных памятников. Но я бы хотел, чтобы при этом аудитории не создавала сложного, я так понимаю, впечатления, что речь идет именно о промышленном производстве. Или я, или под промышленным масштабом понимается промышленное производство. Дело в том, что в Египте невозможно найти двух совершенно одинаковых саркофагов, как невозможно найти двух совершенно одинаковых пирамид. все они с точки зрения египтологов несут на себе следы вполне конкретной ручной обработки. Но самое главное, если мы возьмем период Древнего Царства, это около 500 лет развития египетской цивилизации, и почитаем количество саркофагов, выполненных из твердых пород камней, то окажется, что на каждое правление приходится всего несколько таких памятников найденных. То есть, когда в 2-3 года делается один саркофаг, это не очень похоже на промышленное производство. Промышленное производство – это когда у вас клепается по 2,5 машины в минуту где-нибудь там на крупном немецком концерне. Что касается сейсмологических исследований пирамиды. Действительно, скажем, вот мы, работая в Египте, сталкиваемся постоянно с тем, что не так просто проводить все те исследования, которые нам хочется тут и сразу. Но, как правило, мы добиваемся в результате разрешения на все, что мы желаем, в том числе на геофизические исследования, на плату ГИЗа, что позволило нам обнаружить большое количество новых гробниц. нужно понимать, что для того, чтобы получить такое разрешение, нужно предоставить ясную методологию и самое главное, да, увы, доказать, что вы принадлежите к академической среде, но это нужно сделать только по той самой причине, что египетское правительство, которое отвечает за эти памятники, должно быть уверено в том, что вы этим памятникам не навредите. Я бы хотел узнать, насколько просто провести какое-нибудь сейсмологическое исследование, скажем, на территории Кремля или взять образец от царь-колокола. Это наверняка возможно, но наверняка это нужно будет каким-то образом очень надежно обосновать. Ну, да, наверное, я на этом, пожалуй, закончу, но с удовольствием услышу вопросы и, соответственно, сам постараюсь их еще задать. Спасибо большое. Если организаторы позволят, 10 секунд, мне просто критика, то есть Данира говорил, что борозды не меняются, ширина. На самом деле, если взять исследование, борозды меняются от 74 до 237 микрон. То есть, опять же, некорректное отношение к фактам. Спасибо за комментарий. Все, на протяжении всего предыдущего блока обе стороны пытались друг другу навязчиво задать вопросы. и вот теперь наконец у вас есть такая возможность и не просто задать вопрос, но и получить ответ. Поэтому я предлагаю начать опять ЛАИ. На формировку вопроса у вас будет по 2 минуты, то есть можно не одно предложение, можно задать развернутый вопрос. На ответ будет по 5 минут, если этого потребует ответ. Можете начинать. Да, у меня вопрос к Николаю. Вот вы принесли образцы, я думаю, попозже их изучим, посмотрим. Но помимо визуального рассмотрения этих образцов, вы использовали какие-нибудь другие исследования, электрические, электронный микроскоп, анализ микровкраплений, анализ борозд? И если нет, то хотелось бы, вот как Максим предложил, что бы вы хотели повторить вместе, чтобы поставить точку над каким-нибудь вопросом. Мы с удовольствием хотели бы вместе с вами провести эксперимент по повторению следа на карнадских воротах. Это и анализ микровкраплений, и анализ параллельных борозд, которые мы считаем, что могут оставить только закрепленный абразив, но не свободный. И так называемый острый угол и так далее. Это вот мой вопрос. Кто готов, тот отвечает. Естественно, любой эксперимент провести можно, это все повторяемо, как я уже говорил. естественно, и поскольку я вот такой реконструктор, как бы самоучка, естественно, никаких исследований я не проводил. И мне бы очень хотелось, чтобы профессионалы взяли бы, провели сравнение тростологическое, соответственно, то, что говорит Данияр, провели вот эти вот расследования и сравнили. Мне само это хочется сделать. Так что проблем на самом деле никаких нет с тем, чтобы сделать аналог карнадской прорези, но единственное время надо больше немножко, потому что вот эту прорезь мы делали на месте, и там в разных частях этой прорези разные режимы получаются работы. А чтобы более корректно, надо уже прорезь подлиннее делать будет. В принципе, все. Угол можно сделать и меньше, и больше. Не вопрос. Спасибо. Главное, мы вместе определим, что является экспериментом, поставим задачу и будем вместе его делать. Вместе выберем лабораторию независимую, чтобы было непредвзято отношение к микроскопу и к другим дорогостоящему оборудованию. Я, может быть, сразу можно договориться на какие-то сроки, и, может быть, организаторы данного мероприятия позволят нам, допустим, через три месяца еще раз собраться и обсудить какие-то конкретные эксперименты. Мы бы были очень признательны. Обсудим после дебатов, я думаю, конструктивное предложение. Можете встречную вопрос сразу задавать? К сожалению, я все вот эти восемь лет, пока идет вот эта наша интернет-дискуссия, предлагал неоднократно приехать и провести этот эксперимент. Но я очень рад, что наконец-то созрели, как говорится, наши оппоненты до этого. Потому что постоянно предлагал, на самом деле, постоянно в интернете. очень это радует. Поэтому важны диалоги. Максим или Николай, есть у вас вопросы? Можете повторить те, которые вы пытались задать во время второго блока? Ну, я, наверное, некорректно немножко задал вопросы заранее, да? поскольку я не профессионал, то, допустим, мне критиковать Павла трудно с его исследованием. То, что мог, то и сказал. Ну, во-первых, я надеюсь, что Даниэр опять же ответит на вопросы насчет какой толщины, да, минимальный может быть инструмент. Потом, какие эксперименты вы проводили сами и сколько, чтобы опять же понять. Один вопрос. Один вопрос. Ну, пожалуй, все, наверное, самое главное. Он уже прозвучал. Можно мое презентацию открыть? Прошу прощения, сейчас. Вы спросили, какого размера может быть ширина полотна или сверла? Вот здесь другой пример в том же Карнаке. Длина окружности 75 сантиметров. Если просто включить логику, здесь примерно такие же следы. Если предположить, что ширина, допустим, условно, миллиметр, да, миллиметр, когда сверлишь отверстие шириной 10 сантиметров, может быть достаточно. Миллиметр, когда сверлишь отверстие окружностью 75 сантиметров, скорее всего, будет недостаточно, потому что будет нагрузка и сила трения для того, чтобы утащить за собой абразив, будет максимальная. Поэтому я опять возвращаюсь к тому вопросу. Давайте поставим конкретную задачу по эксперименту и вместе посмотрим, на какой толщине будет разрыв полотна. Дальше хотелось бы еще раз упомянуть Стокса. Он в своих анализах очень подробно рассчитывал, сколько уходит меди, на что, куда, при сверлении, при пилении. Мы очень такой расчет на основании этих табличек сделали, причем он является официальным археологическим экспериментатором. Мы получили, что сделать саркофаг, который есть в Сиральпе, их там больше 20, чтобы один сделать, используя официальную информацию, то потребуется 265 лет, миллион тонн меди и 5 километров трубки для того, чтобы стрелить. Понятно, что мы такой эксперимент не сможем сделать, это будет очень дорогой эксперимент, даже если мы будем 50 лет его делать, но это было бы тоже один из вариантов, давайте двигаться в этом направлении, найдем какие-нибудь такие странные моменты и вместе рассмотрим. Прямо сейчас можем сказать, что мы входим в такой экспертный совет и будем думать. Приглашаем Максима вас тоже в этот экспертный совет. Для примера, что британский египтолог говорит, что до всей истории деревни Египта было добыто 10 тысяч тонн меди, а у нас получается миллион только на один саркофаг, умножаем на 20, а что тогда? Ну да, тысяча тонн, то есть ну давайте просто если мы делаем 10 саркофагов, уже перейдем это значение. То есть 10 раз меньше, чем было добыто во всем Египте. Спасибо. У нас еще есть время на вопросы, так что Дмитрий. Я так понимаю, чтобы не устраивать склоку, когда вопросы друг на друга накладываются, то все-таки давайте по регламенту. Дмитрий, прошу вас. Я так понимаю, по одному вопросу каждому из докладчиков могу задать. Или один, единственный. Самое главное, что меня интересует, вот прозвучало в докладе Максима, что существуют очень современные на уровне последнего слова техники результаты исследования различных материалов, я никогда не возражал против того, что современные методы исследуются и правильно делают, что делается химанализ, я сам знаком с тем, что есть отличия в добавках олова или еще чего-то к меди, было бы глупо возражать, что такие исследования не ведутся. Вот что меня конкретно интересует, это следующее, и буду крайне благодарен, если вы мне покажете те египетские источники, где эта информация есть. Я их несколько перечислил, как примеры, не обязательно по всем давать, думаю, что вряд ли найдется хотя бы один ответ из этих вопросов. Первая книга Ганейма, потерянная пирамида, на крышке саркофага найден букет этих цветов, эти цветы взяты на возрастной анализ. Если есть где-то работа, где этот анализ приведен, сколько тысяч лет назад этот букетик был положил, было бы уже хорошо. Второе, это в продолжение, потому что я перечисляю, в саркофаге Амона Тифнахта была найдена необычная мумия, которая была погружена в жидкий раствор какой-то желтой жидкости, несколько бутылочек археологи взяли на анализы, и мне было бы крайне интересно узнать, какие же анализы были получены в результате по этой жидкости. Третье, вы говорите, что все следы, которые регистрируются археологами, действительно исследуются в последующем на элементы. Вот те самые странные распилы, разрезы, сверления, о которых сегодня идет спор. Хотелось бы знать, кто и когда и где провел исследование микро-вкраплений, предъявил научной общественности химический состав этих микро-вкраплений, а то, что находится иногда бронза или медь, я ни в коей мере не сомневаюсь. Я сам видел следы всевозможные, среди них, конечно же, за эти тысячелетия были такие, которые были проведены с обычными инструментами. Ну и самый мой главный вопрос, который я хочу поставить в главу угла для поверочного эксперимента, действительно, те отложения, в которых мы видим большое содержание железа, могут оказаться природными. Это могут быть конкреции, могут быть залежи рут и так далее. Недаром я сказал о том, что важен изотопный состав, потому что если это природное отложение, изотопный состав будет спокойный, как и везде. Это геологические процессы, они длятся межонной ряде. на форме вопроса закончилось, я прошу закончить его. Приведите мне примеры изотопных составов, вот таких вот отложений. Спасибо большое. Ну, по порядку. Что касается саркофага Аман-Тефнахта, где была найдена жидкость, она была в жидком виде или в каком? В жидком виде, да? Ну, вот мне просто хотелось бы узнать источник данной информации, что там, во-первых, находилась жидкость, что, во-вторых, она была взята на анализ. Да, Что касается Хемхета, опять же, соответственно, это раскопки первой половины XX века. Опять же, это была экспедиция, которая работала, ну, собственно говоря, египетская экспедиция, да, ну и, соответственно, нужен источник информации о том, что действительно эти, да, Ганеми пишет о том, что они были взяты на анализы, да, Ганеми пишет о том, что этот анализ был проведен, поэтому тут, к сожалению, я ничего сказать не могу, просто потому, что не фавшин был проведен. Дело в том, что мы ежегодно отбираем огромное количество образцов, да, но делаем, поскольку даже сегодня, даже в России, там, проведение одного радиоуглеродного анализа, это 4,5 тысячи рублей, это если вам повезет, вот, но академическая наука, тем более египетская наука, это себе позволить не может. В Египте есть одна лаборатория, которая регулярно работает с археологами, это французский институт, вот, там расценки, к сожалению, совершенно другие, вот, поэтому нужно просто понимать, в каких условиях находятся археологи. Но, тем не менее, эти анализы проводятся, их очень много по самому Египту было сделано. Я вот тут принес несколько книжек, ну, одна из последних, да, так и называется «Наука в изучении древнего Египта», если хотите, я могу дать с ней знакомиться, она у меня есть в электронном виде, для того, чтобы просто понять, какие исследования сегодня ведутся, да, в том числе по изотопному анализу, здесь довольно подробная глава, потому что, вот, один из авторов, Эндрю Шортланд, он непосредственно этим делом занимается. Ну, не в качестве саморекламы, естественно, но просто по состоянию дел в современной гипотологии, есть глава в нашей книжке заключительная, она действительно, состояние дел очень непростое, потому что, хотя, естественно, научные методы и очень сегодня часто используются, тем не менее, их использование варьируется от экспедиции к экспедиции, здесь очень много зависит от начальника раскопок. Да, это что касается современного положения дел. Поэтому, да, и относительно изотопного состава, для того, чтобы проводить соответствующее исследование, нужно просто поставить соответствующую задачу, да, вот, поскольку данная кераса, она встречается, ну, не только в Египте, а вообще в любых областях, где регулярно происходит увлажнение, а потом высушение, и в некоторых местах она может достигать там не нескольких десятков сантиметров, как это в Египте, а 10-15 метров, то можно предположить, что мы вообще ищем следы древнейшей цивилизации не там, потому что действительно есть места, где по 10-15 метров эти слои, и можно попытаться сконцентрировать свои усилия в этих областях, потому что там явно зарыты какие-то сверхагрегаты. Ну, это то, что я могу ответить на ваши вопросы. То есть исследований очень много, но ими занимаются люди, которые интересуются с конкретными вопросами, для того, чтобы провести исследование, нужны средства и соответствующим образом сформулирована задача. Если это будет сделано, то тут нет никаких препятствий совершенно. Спасибо большое. А теперь мы переходим к четвертому блоку, потому что, я думаю, вопросов накопилось много у зала. Можно я задам вопросы? Вы еще не задавали вопросы? Я не задавал вопросы. Да? А как так? Я считал, что было 4. Кто-то задал 2. Кто-то задал 10. вопросить? Ага. вопрос следующий. Дело в том, что в науке активно используется так называемый принцип бритвы Оккома, который заключается в том, что если у нас есть несколько точек зрения, несколько гипотез, то приниматься должна та гипотеза, которая не требует создания дополнительных сущностей. Либо если там и та, и другая гипотеза требует создания дополнительных сущностей, то та, которая этих сущностей создает меньше всего. Действительно, бывает очень много случаев, когда, обнаруживая древний памятник или контекст, в котором этот древний памятник был обнаружен, мы не всегда сразу понимаем, каким образом это произошло. Но вот недавно эта байка, которая ходит среди археологов, но у нас такое случилось относительно недавно на Украине. Раскапывали курган и там обнаружили в костяке пластиковый пакет. Да? Погребение бронзового века, а в желудке лежит пластиковый пакет. И можно предполагать самое разное. Можно говорить о том, что и в конце концов это было доказано с помощью стратеграфии, что туда ведет ход крота, который, видимо, этот туда пакет и затащил. А можно предполагать, и это тоже будет гипотеза, что этот представитель бронзового века был представителем одновременно высокоразвенной цивилизации, который каким-то образом этот пакет проглотил. Видимо, от тягости жизни в своих нечеловеческих условиях. Египтологи, как и любые историки, археологи, они часто вынуждены работать как такие своеобразные следователи. И опять же, из практики вы знаете, что часто такое бывает. Вы находите закрытую изнутри комнату, там лежит труп, у него в голове дырка, револьвер валяется где-то в совершенно другом помещении в ванной. Возникает вопрос, как это произошло. И опять же, можно предполагать, что были какие-то убийцы, которые спустились потом по канату или там спрыгнулись из окна, а можно опять же предполагать, что произошли какие-то чудесные обстоятельства его смерти. Там пришли духи или инопланетяне, которые с ним таким образом разделались, потом дематериализировались. Так вот, вопрос следующий. Как вы относитесь к бритве Оккома и готовы ли вы ее применять к своим гипотезам? И вопрос связанный, поэтому я не думаю, что это два вопроса. Насколько я понимаю, здесь мы с вами сходимся, вы находите следы, которые сложно объяснить. Но, к сожалению, в книгах, которые сдаются лабораторией людьми, которые с ней связаны, часто продолжают следы не останавливаться на этом, что есть у нас некие следы, которые непонятны, идут дальше, начинают их интерпретировать. Эти интерпретации порой очень захватывающие от цивилизации богов, об инопланетянах, об атлантах, которые этим занимались. Так вот, как вы к этому относитесь и не противоречит ли это бритве Оккома? В общем, кручь, мисси вокруг бритвы. Спасибо большое. Принцип, естественно, известен в науке и я его разделяю в подавляющем большинстве случаев. Но подавляющее не означает, что на все 100%, потому что бывают и были в истории науки ситуации, когда не самое лежащее на поверхности, не требующее ничего там дополнительного объяснения оказывалось верным. В частности, история с теплородом, который, несомненно, фигурировал как главный кандидат на объяснение процессов тепловых, а потом выяснилось, что это дрожание и движение молекул. По принципу бритвы Оккома нужно было принять теплород. Мы бы сейчас работали над теорией теплорода. Не знаю, относится ли наша история, связанная с загадками пирамид, других мегалитических памятников, к той категории, где нужно искать отходы от самых простейших объяснений. Я тут с вами соглашусь. То, что было предложено еще во времена Геродота и в последующем наследовалось всеми современными египтологами, действительно, наиболее естественное объяснение. На стороне ЛАИ, ведь тут тоже нужно еще учитывать, что ЛАИ неоднородна. И, например, я не могу отвечать за слова и утверждение того же Склярова, тем более его сейчас нет, и он уже не может ответить на вопросы. У меня самого к нему были ряд несогласий, в частности, я совершенно не разделяю точку зрения, что это были инопланетяне. Считаю, что это могли быть тоже некоторый нюанс наши предшественники на Земле, человеческая цивилизация и так далее. Но это не означает, что нужно забыть о других вариантах, которые кому-то представляются сумасшедшими. Мне больше нравится быть среди сумасшедших, потому что именно в этом случае есть шанс открыть что-то невероятное. И, говоря о чем-то невероятном, я тоже предлагаю вполне конкретный ход размышлений. Я привел сейсмологию, ведь, смотрите, пускай эти пирамиды, хотя я в это не верю, созданы фараонами и их крестьянами с имхотепом во главе. Несмотря на это, это уникальный сейсмический памятник. Другого такого в обозримом нашей Солнечной системе кажется, больше нет. И, соответственно, если сейсмологи говорят, что он может быть использован для каких-то сейсмических целей, они могут и должны получить разрешение на эти исследования. Мы были в гостях у Заги Хабасова, вернее, у него в кабинете на приеме, где как раз и решался этот вопрос, и мы не получили конкретного предложения «пойдите туда, сделайте то-то и будет вам это разрешено». Он вспылил, вскочил, ну и разве что нас не выгнал просто за шею из своего кабинета. Касательно того, на чем можно было бы сойтись, чтобы ответы все-таки были найдены. Я обещал сформулировать вот тот самый поверочный эксперимент, который мне самому крайне интересен, и если окажется, что его результаты будут не в пользу моих представлений, а древней высокоразвитой цивилизации, готов, что называется, прилюдно сказать, что нанесен очень серьезный удар, но не смертельный, я все равно останусь, наверное, на своих позициях, но готов признать, что по крайней мере в вопросе этого эксперимента будут очень серьезные цифровые данные в пользу традиционной версии. Я предлагаю вот те области, которые были показаны из космоса и где находятся вот эти отложения с большим содержанием железа и других элементов, повторно провести по ним анализ, но уже не просто на химсостав, а на количество изотопов. И такие же анализы вдалеке от пирамид, если мы находим вообще аналогичные жилы и тоже не просто поэлементно, а с изотопами. Если окажется, что химический состав и там, и там, около пирамиды Хефрена, возможно, еще и пирамиды Хеопса есть что-то, и Микерина, такие же, ну или похожие по изотопному разнообразию, как и вдалеке от пирамид, но значит никаких инструментов, которые просто перегнили и сводами диффундировали вниз, наверное, не было. Все. Раз, раз, о, заработал. Ну давайте теперь переходить к вопросам из зала. Я напомню, что у нас есть еще онлайн-трансляция, и сейчас нас там смотрит порядка 300 человек, и у них тоже есть вопросы. Я позволю себе один оттуда зачитать, и он адресован в лаборатории альтернативной истории. Так как инструменты, ну вы говорили, что для поскольку пирамид требовалась высокоразвитая цивилизация с большим развитым техническим комплексом. И вопрос такой, где следы былых супертехнологий, где приборострелительные заводы прошлого? На вопрос, на ответ три минуты. Вот как раз в том, что я сейчас говорил о предложении исследовать на изотопы конкреции металлов, и может дать ответ, где инструменты. Если инструменты были, если это строилось при использовании высококлассной техники, ее не стало благодаря тому, что прошло не меньше 10-12 тысяч лет. То есть мы не согласны с оценкой возраста пирамид в 4,5 тысяч лет и относим это на гораздо более ранний период. За этот период было множество дождей, много других явлений, и весь металл, все остальные элементы могли просто рассосаться по поверхности и попасть в расщелины. Коих вокруг пирамид множество. Мы сами недавно были в шахте Осириса на потолке, не меньше 15 сантиметров толщиной трещина на глубину 20 с лишним метров, заполненная окислами металлов. Вот оно, где может быть оборудование, и если изотопный состав покажет отличие от природного, то что это оборудование у меня не останется никаких сомнений. Если там не будет разницы с природным, вопрос может еще рассматриваться и дальше. Спасибо за ответ. Так, а теперь вопросы из зала. Я объясню, как их задавать. Секунду. Вот, собственно, напишен слайд, как это правильно сделать. То есть нужно представиться, сказать, кому вопрос на формировку вопроса не более одной минуты. Не нужно пускаться в пространные рассуждения, превращать свой вопрос в мини-выступление, то есть нужно кратко сформулировать. А к спикерам последний пункт относится, что на ответ не более трех минут. Так, я думаю, что первый вопрос у нас есть в зале специальный гость, это редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов. И первый вопрос задаст он. Здравствуйте, Александр Соколов, anthropogenes.ru. Ну, я просто сначала короткая ремарка, я сейчас пошел в поисковик по научным статьям Google Сколяр, написал там сейсмология Гизы и увидел 400 статей, то есть все-таки сейсмологию в Гизе изучают, туда пускают сейсмологов. Значит, вопрос у меня такой, значит, когда мы провели первый эксперимент, вот Николай этим занимается давно, и с некоторых пор мы там совместно с ним стали это делать. Мы сначала провели эксперимент по сверлению, потом по пилению, потом по дроблению гранита. Нам писало много людей, которые, видимо, разделяют взгляды лаборатории альтернативной истории. Я видел какие-то публикации, в том числе на сайте лаборатории альтернативной истории, общий смысл которых заключается в том, чтобы обесценить результаты этих экспериментов, что они ничего не значат, они сделаны неправильно и так далее. Ни разу никто к нам не обратился с предложением провести совместный эксперимент. Николай говорит, что это происходит уже 8 лет. Вместо этого всячески и на видео, которое записывают ваши коллеги и на сайтах мы читаем о том, что это все чушь, ерунда и так далее. Сейчас вы говорите, что вы предлагаете провести какой-то совместный эксперимент. Почему вы это делаете сейчас, а вы не сделали этого раньше, если вы заинтересованы в поиске научной истины? Спасибо. Наверное, да, я отвечу. Александр, спасибо большое за вопрос, он очень интересный. Наверное, это связано с тем, что у нас за многие годы отсутствовали такие публичные дебаты, как сейчас. Представителей ЛАИ много. Я не могу отвечать за всех, но я могу здесь вам сейчас сказать, что ЛАИ открыто и более того настаивает на проведении совместных экспериментов. Спасибо. Я хочу конкретизировать по вступительной части, которая прозвучала перед вопросом. 400 работ по сейсмологии ГИЗы. Заметьте разницу, ГИЗы или пирамид. Те сейсмологи, которые вместе со мной ходили к Захе Хавасу, просили не исследовать ГИЗу. ГИЗу там без проблем. Пожалуйста, приходи, исследуй, и они эти исследования сделали. Вопрос сравнения. Чем отличается сейсмический сигнал у подножия пирамид или далеки от пирамид и тот же самый сигнал в середине, наверху или под пирамидой. То, что мы смогли сделать полулегально, как туристам проходили и что-то могли там замерить, показали, что сигнал сейсмический на вершине на большую пирамиду не смогли забраться, а малых пирамид усиливается примерно в 50 раз. Вот есть ли хоть одна работа, кроме Хаврушкина и его коллег, которая говорит о том, что пирамиды Гизы уникальный сейсмический прибор и провели свои исследования в этом контексте. Если есть, я снимаю шляпу, если нет, значит, над этим надо думать и искать пути, чтобы пирамиды были открыты для вот таких очень интересных сейсмических исследований. Давайте продолжим дальше. У кого вопрос о стороне, защищающей научную точку зрения? Давайте. Добрый день. Меня зовут Артем. Вопрос к Николаю. На портале Anthropogen.s.ru я видел, как был сделан трехгранный угол, но что представляет из себя саркофаг, допустим, взять тот же с серапиуми. Это саркофаг, прямоугольный короб, который имеет как внешние трехгранные углы, так и внутренние. Так вот, вопрос к вам. Как вы думаете, с помощью каких инструментов можно сделать такой внутренний угол отполированный, трехгранный внутренний угол? И, что самое важное, сколько по времени может занять изготовление такого угла отполированного? Спасибо. Во-первых, сразу начнем по времени. По времени зависит от размера угла, наверное, да? То есть, маленький угол или сделать надо размером где-нибудь в комнате. Это одно. Инструменты, в принципе, вообще, саркофаг можно сделать вообще без меди вообще. То есть, это можно просто вырубить его на самом деле. И есть примеры, есть незаконченные саркофаги. Можно, ну вот, просто буквально взять и это к ним инструментом сделать. Кстати, на тех же саркофагах там эти следы есть, особенно в уголках. И если вы говорите, что там саркофаги идеальны, то вы тоже не правы. Где-то угол можно найти ровный будет на каком саркофаге, лучше сделан. А тут же на этом же саркофаге вы найдете уже угол совсем неровный. Кстати, у меня есть фотографии вот Лаи. Там как бы тот же саркофаг, только другой ракурс, и там уже совсем, ну видно уже по орнаменту, который прямоугольный, видно, что внешний угол там совсем не прямой. То есть точности никакой там нет на самом деле в саркофагах. Большой, высокой. Изготовить все можно. Время это только экспериментально. То есть тут я сказать не могу. Опять же, каким способом изготавливать? Способов может много. Можно высверлить периметр. Кстати, там некорректные были на стокс ссылки, потому что он считал неправильно, он там объем считал неправильно. Надо объем считать прорезью. Вот прорезь, выбранный объем этой прорези и, соответственно, медь. То есть достаточно, если работать медью, достаточно выбрать периметр и все, там меди минимум. А можно вообще обойтись без нее, просто вырубить внутренний объем. То есть это, я вот не знаю, какой саркофаг, каким методом непосредственно делали там, потому что сарапим не был. Вот, я не знаю, ответил она на ваши вопросы? Видимо, да. Переходим к следующему. У кого еще есть вопросы? Николай, вон там молодой человек в оранжевой кофте, подойди к нему, пожалуйста. А пока Николай идет, я скажу, что у нас обе стороны принесли с собой научно-полярные книги. И за лучшие вопросы каждая сторона вручит по книге. Так что старайтесь. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я работаю инженером на одном из московских предприятий. И по поводу адресации вопроса, на самом деле, хотел бы адресовать ему тому, кто на него вообще сможет ответить, потому что в чем дело? Вы сейчас говорите о каких-то маленьких технологиях, о каких-то локальных вещах, о вкраплениях металлов, о чем-то еще. Но я одного только не могу понять. насколько действительно науке вообще сейчас установлено, фактически известно, конкретно более-менее цифры о том, сколько было потрачено времени на производство того или иного памятника, сколько было, какие именно материалы принимались, находились эти материалы вообще. то есть, насколько мы хорошо вообще понимаем, как мы делаем это, потому что, возможно, то есть, мы говорим о медиа, металлах вот этих, которые применялись таким, как нам кажется, образом, пытаемся восстановить, у нас не получается, мы говорим, что у нас не получилось, и медиа это сделать нельзя, но насколько мы вообще знаем о том, как они это делали, при помощи чего, и за какое время? Ну, наверное, это вопрос, был бы правильнее адресовать Максиму, потому что я все-таки не египтолог, я не знаю таким исследований, не владею такой информацией, я могу отвечать, то есть, за конкретные эксперименты, вот, в малом объеме, то, что сделано, отверстие просверлено, да, какие там объемы, какие, соответственно, идут, то есть, если взять объемные доли, ну, меди и гранита, там, один к двум, если массовые, там, где-то один к шести идет, один к семье. То есть, вот так вот, а вопрос по технологии, это уже специалисты. Максим может дополнить. Что мы на самом деле знаем? Нужно понимать, что мы имеем дело с обществом, которое существовало в третьем тысячелете до нашей эры, да, что мы на самом деле знаем о том, каким образом строилась София Киевская, например, да, сколько у нас сохранилось письменных источников, изобразительных источников, сколько было проведено, значит, экспериментов археологических, и теперь мы посмотрим на то, что у нас имеется от Древнего Египта. У нас есть довольно большое количество письменных источников, письменных источников, это папирусы, относящиеся к четвертой династии, в том числе папирусы времен строительства непосредственно пирамиды Хуфу, да, которые повествуют, где повествуются о том, каким образом перевозился камень с одного берега Нила на другой берег Нила. У нас есть изображение в огромном количестве в гробницах с подписями, да, где говорится о том, что это там изготовление, что это работа скульптора, да, например, и тут изображен скульптор, который работает с определенными инструментами, да, у нас есть непосредственно эти инструменты из археологических контекстов, это тот, да, и, соответственно, сами памятники, которые мы находим. Это то, с чем нам приходится работать, и нужно быть очень благодарным судьбе за то, что все это до нас сохранилось, от третьего тысячелетия, потому что таким же объемом памятников, скажем, по той же Софии Киевской мы похвастаться, похвастаться вряд ли сможем, или по каким-нибудь там золотым воротам в Киеве, вот. Это первое. Второе, что касается времени, которое выходило, да, у нас есть отдельные письменные источники, которые были найдены непосредственно на блоках пирамид, либо в гробницах, по которым можно судить, сколько времени примерно уходило там на производство той или иной гробницы. в каждом случае это очень-очень конкретно. В основном для решения такой проблемы на помощь приходит экспериментальная археология. Вот, например, известно, и благодаря экспериментам Стокса, и благодаря экспериментам Николая антропогенеза, и благодаря экспериментам японцев известно, сколько у нас требуется времени для того, чтобы там перетащить один блок весом 2,5 тонны. Сколько был эксперимент по строительству небольшой пирамиды относительно, тем не менее, он завершился успешно. У нас есть данные для этих подсчетов. У нас есть, скажем, данные по дроблению гранита, которые говорят о том, что уходит в час у нас получается 250 кубических сантиметров. Если мы это экстраполируем на 150 человек, которые могли поместиться вокруг Асуанского обелиска, то получается, что на вырубку этого обелиска за учетом выходных дней и в одни, предположим, что они работали там 300 дней в году, все остальные дни отдыхая и праздную что-нибудь, в том числе успешное завершение или неуспешное завершение своей работы. Так вот, на это должно было уйти примерно 3 года. Примерно столько же ушло у рабочих, которые занимались вырубкой Александровой колонны уже, соответственно, в 19 веке. Вот, исходя из этих данных, мы можем проводить некоторые подсчеты. Максим, к сожалению, время на ответ. Да, ну вот, собственно говоря, то, с чем мы можем работать, мы должны быть очень благодарны тому, что у нас есть эти данные от 3-го тысячелетия до нашей эры. Страна лаборатории альтернативной истории просили дополнить ответ. хотел бы немножко дополнить. У вас одна минута. Обратить внимание того, кто задавал вопрос на следующее обстоятельство. Предположим, только предположим, вы можете в это не верить и наоборот даже отрицать, что была высокоразвитая цивилизация, которая приложила руку к строительству пирамид и каких-то отдельных памятников. И она была более развитая, чем мы с вами. Разве будет археологи будущего, откапывая наше здание, получать информацию о нас только по берестяным грамотам, которые, конечно же, будут, по книжкам, которых довольно много, может быть, останется и так далее. Логичнее искать флешки, современные носители информации. Вопрос, были ли такие современные носители информации у той гипотетической высокоразвитой цивилизации, если она была? Несомненно. И, соответственно, кроме того, что перечислил Максим, что несомненно является источником информации, в случае, если исходить из нашей логики, нужно обязательно искать то, что могло остаться от тех, еще нам неизвестных носителей информации. Но если этого вопроса не заниматься, то никто искать не будет. Тогда мы ограничены будем только надписями на стенках, барельефами и никаких видеокадров не получим. Но мы эти видеокадры получим, если цивилизация была, и мы найдем их аналоги флешек. Спасибо. Следующий вопрос. Егор, подойди вот к человеку. У меня вопрос сторонникам традиционной гипотологии. Значит, в частности, человека, который занимался распилами. Меня зовут Андрей, я сам инженер. Вот скажите, значит, три пирамиды в Гизе, значит, это около 5 миллионов известняковых блоков весом около 10 миллионов тонн. Добывался известняк там же рядом каменоломних. Значит, если весь этот известняк распилывали, значит, пилили традиционным способом, как вы говорите, ну, там, медными или бронзовыми блоками, значит, даже по тому же стоксу традиционно, в общем, очень большой расход меди и бронза должен быть. Я сейчас там точно не помню, сколько нужно для того, чтобы распилить один блок ну, там, две с половиной тонны, из которых построены пирамиды, значит, получается, что если умножить вот это 5-миллионное количество блоков на расход распила меди на один блок, это уже получается, ну, тысячи, а может быть, даже десятки тысяч меди и бронзы. Значит, ничего подобного, никаких остатков такого количества опилков или остатков этих опилков там, в каменолониях и вокруг пирамид не найдено. Вот как вы можете объяснить этот парадокс? Куда она делась? Ну, должны быть ее окислы хотя бы тогда, ну, или хоть какие-то, мы находим микро вкраплениях на поверхности. Время на формировку вопроса закончилось? Я думаю, что вы уже задали и можно отвечать. Да, тут как бы одно заблуждение на другом, на самом деле, не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, мы пилили гранит, да, там известняк. Это, ну, просто кардинально разные вещи. Я вам могу сказать, я пробовал известняк сверлить, вот, вот, такого размера даже больше за полчаса, да, просверливается. Вот. Ну, как бы, суть не о том. Суть в том, что для, во-первых, там не 5 миллионов блоков, насколько я знаю, где-то 2,5 миллиона, да, Максим? Да. 2,3, 2,3, да. И самое главное, что блоки для пирамид не пилились, они вырубались. То есть пирамиды, в общем-то, по сути, стоят прямо в кименоломнии. Там рядом следы, вот, пойдите, посмотрите, там нигде следов пил нет, они все блоки вырубались. Что? Их не распиливали, да, это очень распространенное заблуждение, которое вот буквально через каждые 20-30 постов, там где-нибудь, ну, через какое-то количество постов, там в том же Ютубе оно встречается, и сколько на него не отвечают, просто неистребимое какое-то вот заблуждение ужасное. Куда от него деваться, не знаю. Ну, где-то они, наверное, применялись, но египтяне пилили и сверлили, редко и неохотно, то есть говорят наши оппоненты о тысячах отверстий, распилов, там и так далее, ну, понимаете, нету, да, нету, во-первых, если даже тысяча будет, наберете вы отверстий в Египте, разделите их на сколько тысяч лет существовала египетская цивилизация, да, там погодно по одному отверстию на год будет, то есть элементарно, даже там одна бригада сверлищиков хорошая, она эти отверстия изготовит за свою жизнь спокойно просто, все египетские. Я думаю, что у вас после дебатов у вас будет время подойти и обсудить этот вопрос, что есть люди, которые хотят еще задать вопросы. Вы ответили, да, Николай? Или Максим, хочешь дополнить? Можно я просто добавлю небольшим? У вас минута-то осталась. Да, вот Каминалом Невгизи, они хорошо изучены, в частности, Марком Ленером, и чтобы просто представить, как это выглядит, это такие коридоры, которые можно сравнить с коридором в гостинице, в такой стандартной гостинице, вот от этих коридоров расходятся такие узкие желоба, где мог поместиться один человек. То есть сначала делались такие широкие коридоры, вырубались, ну а потом по этим желобам в них каждом уже сидело по одному рабочему, и они таким образом эти блоки вырубали. Эта технология, она хорошо, хорошо, собственно говоря, прослеживается археологически. Да, пилы там вот непосредственно при производстве, производстве, да, пила непосредственно при производстве каменных блоков для основной части пирамиды, они не использовались. Спасибо. Спасибо, следующий вопрос. Николай, подойди вот к человеку какой-то, раз, два, три, четыре, пятый ряд. Да, 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 вот в очках. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Тут вот есть два мнения всего лишь используются. Или это высокоразвитая цивилизация была сделана, или это аборигенами было сделано. Почему никто не рассматривает такой вариант, что, образно говоря, прилетели инопланетяне, что-то там поделали, улетели, после них осталось оборудование, и дальше уже местные мартышки стали как-то этим оборудованием что-то там пытаться, потому что любой, кто был в Египте или там хотя бы смотрел фильмы, знает, что есть куча неадекватных каких-то действий, когда там куча каких-то дырок натыкана. Те же самые непонятные кривые саркофаги есть, при этом есть саркофаги нормальные. Почему никто не рассматривает версию, что это было сделано уже просто оставшимся оборудованием, грубо говоря, дрель с атомным реактором, которая там работала бы 50 или 100 лет после того, как кто-то там покинул, и уже местные это делали. Спасибо. Тогда, я думаю, было бы намного проще этот вопрос изучать. Или почему лаи так и не изучают. Это к лаи вопрос. Я повторю, что я не сторонник инопланетной версии и не считаю, что прилетели, срубили и улетели, оставив оборудование. Но если даже предположить, что кто-то стоит на такой точке зрения, отсутствие инструментов, которые оставили якобы эти гипотетические инопланетяне, конечно же, ни о чем не может говорить. Вот если бы нашли, тогда, наверное, ответ был бы очевидным. А отсутствие, вы правильно сказали, могут растащить. Кстати, вот к вопросу о том, что если было много чего-то сделано, то столько же должно быть найдено. Вот в какие-то там, я не знаю, 2000 лет назад, наверное, тоже делалось много щитов бронзовых, мечей, много ли известно сегодня находок этих щитов и мечей. Просто с течением времени изделиям свойственно исчезать, ломаться, оставаться в земле и так далее. В данном случае возможны тоже варианты, и как я говорил, тот вариант о том, что это оборудование или те подсобные вещи, которые, безусловно, носили бы, если бы мы их нашли высокотехногенный характер, могли просто превратиться в ржавчину и опуститься в те самые расщелины, которые забиты этими остатками тех инструментов. Так это или нет, как раз и призвано ответить экспедиции, которую, я думаю, можно попробовать объявить как очередную задачу, попробовать найти на нее средства, энтузиастов, взять в эту экспедицию специалистов по геологии, по химии и еще что-то, ну и доложить всем вам ответ, что же мы обнаружим, есть ли признаки того, что изотопы разные. Я хотел, с вашего позволения, дополнить ответ. Мы с вами можем долго рассуждать, кто это был, инопланетяне, высокоразвитая цивилизация, или кто бы это ни был. Сегодня, я считаю, что мы достигли очень интересного и продуктивного разговора. Давайте в первую очередь ответим на вопрос, была ли высокоразвитая цивилизация в прошлом или нет. мы скажем да, тогда уже мы будем делать гипотезы, кто это был, почему не следов, либо есть следы и так далее. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Егор, вон там молодой человек в красной майке тянет руку. Спасибо большое. Меня зовут Никита и у меня вопрос к историкам. История, она оперирует некими статистическими данными, которые в какой-то круг подтвержденных данных собираются. А есть ли какие-то данные, которые не входят в этот круг и которые требуют еще не объяснения? Есть ли какие-то пути для того, чтобы понять, как объяснить такие данные, отклоняющиеся? Спасибо. Да, безусловно, таких наблюдений довольно много. И вот я не случайно говорил, что эгиптология существует уже порядка 200 лет и все эти два века мы фактически занимаемся тем, что пытаемся из тех данных, которые у нас есть, собрать все более и более непротивореченные красивую картину истории в Нильской долине. Довольно часто такое случается, что, скажем, данные письменных источников, они противоречат археологическим источникам. Но вот я занимаюсь экспедициями за материалами, которые отправлялись, в том числе, в эпоху Древнего Царства за пределы Нильской долины. И есть серьезная проблема. Египтяне пишут в своих текстах о том, что в экспедициях таких участвовали до нескольких десятков тысяч человек. А те археологические следы, которые мы находим непосредственно на рудниках и каменоломнях, говорят о том, что единомоментно там могли существовать, жить, работать до нескольких сотен человек. И вот возникает вопрос, как же с одной стороны десятки тысяч человек, о которых пишут египетские цари или чиновники, а с другой стороны всего несколько сотен человек, которые могли там в этих небольших помещениях жить и работать. Ну и кроме того, небольшое количество керамики, которая говорит о том, что опять же там не могло быть тысяч человек. В общем, вся инфраструктура свидетельствует о том, что в единомоменте там находилось гораздо меньше людей. Это говорит о том, что мы, судя по всему, вот это противоречие, его можно разрешить, если мы будем заниматься тем, каким образом организовывался труд. Нет смысла пригонять в каменоломню тысяч человек, которые нужны для транспортировки камня, для того, чтобы они там сидели, на солнце жарились и смотрели, как несколько сотен или несколько десятков их коллег там работают. Хотя это очень приятно, я согласен. Судя по всему, и можно тут предполагать, что египетские цари, например, вписывали в членов экспедиции всех тех людей, которые на всех этапах производственной цепочки участвовали в том, чтобы добыть этот камень, потом его доставить к конкретному месту. Лодочников, которые занимались транспортировкой, транспортные отряды, которые тащили его по пустыне, и непосредственно тех специалистов, которые на протяжении, судя по всему, часто довольно долгого времени находились на каменоломнях. И таких противоречий довольно много. Но для того, чтобы их решить, все-таки нужно стараться привлекать те источники, аутентичные, которые есть, и как можно меньше пытаться создавать дополнительных сущностей. То есть, если у нас есть возможность объяснить это правильно организацию труда, то, наверное, не стоит предполагать, что была там, скажем, цивилизация каких-нибудь высокоинтеллектуальных анчоусов, которые помогали транспортировать эти блоки с помощью какой-нибудь высокотехнологичной слизи. Относить их нельзя, потому что они скрыты в недрах океана, который, как известно, очень мало изучен. Но таких проблем очень много. Время на ответ закончилось. И мы над ними работаем. Николай, подойди вот в третий ряд, пожалуйста. Здравствуйте, я Сергей, я хочу передать девушке микрофона, то он давно пытается взять его. Спасибо молодому человеку прежде всего. Меня зовут Даша, у меня вопрос сторонникам альтернативных версий. В презентации был момент о том, что были найдены в распилах не только следы меди и там мышьяковых бронз и так далее, но и оловы, никель и так далее, и так далее. И это говорит о том, что были какие-то суперсплавы, инструменты суперсплавов и так далее. Вот сейчас существуют абразивы на основе олова, никеля и так далее. То есть, например, оксидом олова пользуются при полировке, при пескостру используются никелевые шлаки и так далее. и так далее. Может быть, с инструментом все-таки все нормально, он медный, как экспериментальная археология показала, а это все-таки следы абразивов? Были ли такие гипотезы, опровергались ли они? Если да, то как? Спасибо. Дарья, спасибо за вопрос. Мы рассматриваем в комплексе. Можно сделать предположение, что были какие-то уникальные абразивы, в составе которых входил никель. Это тоже пока просто предположение. Но если так, то давайте тогда в комплексе рассматривать, а что тогда с инструментом, что тогда с медным полотном? И мы дальше будем рассматривать, какую нагрузку она может выдерживать. Если же мы рассматриваем тот самый острый V-образный след, то там практически на нет уходит. То есть абразив может быть и никелевый, но полотно тогда какое. Спасибо. Спасибо. Так, еще вопрос. Единственное, можно добавить немножко, потому что вот это вот заблуждение, ну просто не знаю как сказать, нету там острого V-образного следа. Вот когда вы показывали на презентации отверстие, у меня есть тоже моя презентация, можете включить, там это вот этот край, уголочек, он взят крупным планом, и там он круглый, там он не острый, а у вас он там нарисован был красным, презентация там на нет и называется. давайте сильно не затягивать отверстие. он не острый, там он не острый, и в карнахском пропиле он не острый, да, он как бы, да, сужается сильно, но он не острый, там есть радиус на конце, понимаете, то есть это вот тоже ошибка, что он там сходит куда-то на нет вообще, нету такого на самом деле, то есть всегда есть какой-то радиус, который зависит от величины вертикальной нагрузки и собственно от материала, из которого была изготовлена пила. Все, спасибо. Так, да, вопрос задает Катя Зверева. Здравствуйте, меня зовут Катя, и я хочу задать вопрос Максиму, и я позволю себе украсть его собственные вопросы, задать его ему. Скажите, пожалуйста, а есть что-то, что способно пошатать ваши собственные взгляды и поменять вашу точку зрения? Не знаю, какой-то эксперимент, или какая-то находка, есть ли в египтологии какой-то вариант кролика в Кембрии или что-то типа того? Да, спасибо большое. Ну, я вот не совсем уверен, насколько это научно обосновано, что, скажем, за 10-20 тысяч лет абсолютно могут исчезнуть следы металлических орудий, потому что, ну, мне как археологу хорошо известно, что там с 4-го тысячелетия до нашей эры прекрасно сохраняются небольшие бусины, сделанные из метеоритного металла. Там вроде как метеориты, которые упали миллионы лет назад, металлические тоже их находят, да? но возьмем хотя бы какую-нибудь политическую культуру, возьмем вот замечательный памятник Костенки, который находится у нас на территории нашей страны. Там же люди жили примерно в то же самое время, когда должна была функционировать эта высокоразвитая технологическая цивилизация. У нас есть жилые комплексы, да? У нас есть погребения этих людей, у нас есть орудия труда, которые эти люди использовали, у нас есть соответственно украшения, которыми щеголяли модницы жившей эпоху Палеолита. И если у нас была какая-то высокоразвитая цивилизация, орудия, которые были настолько хороши, настолько прочны, что они за все это за то же самое время просто сгнили, а кроме того цивилизация не оставила ничего другого, ну вот например, мы знаем, сколько мусора, в том числе пластикового оставляет наша цивилизация. Ну конечно мы можем предполагать все что угодно, что она была образована на совершенно других принципах, знала какие-то другие энергии, да, и вообще это были высокодуховные существа, но тем не менее, тем не менее, все недоказуемо. А если мы хотим говорить о науке, то какая находка могла бы заставить Максима Лебедева сказать, что да, высокотехнологичная цивилизация существовала? Очень просто. Если будет найдено инфраструктура, создана для производства вот этих высокотехнологичных инструментов, если будут найдены следы технологических цепочек, да, ну или, конечно, в идеальном случае какой-нибудь такой суперинструмент, но в конкретном археологическом контексте, не вынутый, там скажем, из современного мусора, там на плоту гизы, а в конкретном археологическом контексте. И тогда я действительно, и я думаю, что многие мои коллеги будут готовы свои взгляды пересмотреть, чтобы, исходя из новых данных, решать свои задачи. Спасибо большое. У нас есть еще времена пару вопросов. Николай, вот далеко не ходи. Да. Добрый вечер, Александр. Хочу задать вопрос египтологам, основываясь на работах Лаи. Знаю, что Скляров в своих фильмах говорил о том, что постройка пирамид, которая была осуществлена после уже великих пирамид в Гизе, по качеству намного хуже, чем великие пирамиды. И он такой задавал вопрос, неужели люди разучились, построили такие прекрасные пирамиды, а потом разучились их вдруг строить. Как вот, и действительно так ли это? Как вот вы можете это объяснить? Ну, такой стандартный вопрос. Как так получилось, что сначала египтяне долгое время учились строить пирамиды, потом построили несколько гигантов Гизы, а потом резко разучились эти пирамиды строить. Но тут нужно понимать, что на самом деле когда речь идет о постройке пирамиды, нужно рассматривать целый комплекс. Помимо того, что у нас есть конкретные технологии, у нас есть еще и обоснованность, то есть то, каким образом люди обосновывают данное строительство. И очень часто в истории происходит, что какие-то комплексы, которые сначала очень нужны, потом становятся совершенно не нужны. в эпоху Средневековья перестали строить колизеи, точнее амфитеатры крупные. Почему произошло то же самое с египетскими пирамидами? Дело в том, что изменялось судя по всему мировоззрение древних египтян и количество ресурсов, которые тратили при 4-й династии на строительство пирамид, при 5-й и 6-й династии рассматривалось трата таких же ресурсов рассматривалось уже как неэффективное, потому что то количество ресурсов, которое находилось в распоряжении центральной администрации, теперь в значительной степени оседало у местных правителей. Мы видим, как в то же самое время качество местных памятников значительно увеличивается, улучшается, как увеличиваются размеры гробниц, которые строились в провинциях. И в это же самое время египетские цари начинают активно строить, например, солнечные храмы, начинают строить, расширять припирамидные храмы. То есть технологии никуда не деваются. В этих припирамидных храмах можно увидеть те же самые спилы, те же самые пропилы, но количество ресурсов, которые тратят на пирамиды, оно уменьшается. И связано это было очевидно с мировоззрением. То есть акценты просто на самом деле смещаются. И такое можно проследить, когда какой-то памятник становится не нужен, но постепенно его строительство сходит на нет. Это можно проследить на очень многих примерах. Потому что то, что строилось в древности, сегодня практически это не используется. Да, меньше уделяли внимания, но технологии оставались те же самые. Где их не нужно было продемонстрировать, их демонстрировали. А скажем, в эпоху Среднего Царства пирамиды делали вообще уже из необожженного кирпича. Просто потому, что было неразумно с точки зрения тех правителей тратить такое количество времени и средств на эти памятники. Спасибо. И последний вопрос. Я думаю, что он должен быть с лабораторией альтернативной истории. У кого вопросы? Давайте, я думаю, что последний вопрос предоставим право задать оператору культурного центра РХ, который весь день сегодня работает на мероприятии. Только у нас совсем немного времени, я попрошу кратко сформулировать и по возможности кратко ответить. Добрый день, меня зовут Александр. Вы в своей презентации объяснили, что пирамиды, как мы их видим сейчас, могут быть только остатками некой технологии, которая использовалась когда-то. И предложили, что для того, чтобы выяснить истинное предназначение технологии и пирамид, например, провести как раз изотопный анализ пород. Какие еще методы вы бы предложили для выяснения истинного предназначения пирамид? Дополнительные какие-то эксперименты. Правильно я понял? Ну, я очень рискую, предлагая тот дополнительный вариант, который мне самому очень нравится. Поэтому заранее, как говорится, прошу отнестись к нему максимально отстраненно, не реагировать эмоционально, что будет, конечно, наблюдаться. Вы знаете, что существует довольно большое количество объектов, барельефов, на которых изображен небосвод и определенные животные, фигуры, которые, как принято считать, обозначают планету. С этим не спорят и египтологи. Так вот, эти объекты, называемые зодиаками, можно считать просто плодом художника, который, ну вот, решил изобразить небо и пять-шесть небесных светил в определенных созвездиях, их известно двенадцать, и они в определенном порядке расположены. А можно считать, что это зафиксированный исторический момент, когда эти планеты были именно в тех созвездиях, в которых они изображены. Так вот, дополнительным таким вариантом, который бы позволил определиться, когда же были, каким датам относились эти барельефы, скорее всего, они примерно в то же время, когда и события были, вряд ли там тысячелетия проходили. Если воспользоваться астрономическими фактами, что мы можем прокрутить в прошлое положение всех современных планет и посмотреть, когда же были те моменты, когда совпадало сразу несколько зодиаков, потому что ясно, что они, если по качеству памятники истории примерно одинаковые, то и они должны где-то там с разбегом в несколько столетий в худшем случае отличаться. Известно, что один товарищ рискнул провести такой эксперимент математический и получил ответ, что в средние века были такие совпадения. Я с ним встречался, задал вопрос, это Фоменко имеется в виду, а вы проверяли совпадение этих планет до исторических времен? Ну, считалось, что это временная эпоха Птолемеев, и он до 50 лет до нашей эры прогнал от современного. Он говорит, нет, не считал, то есть в районе трех тысяч лет, пяти тысяч лет, двенадцати, в конце концов, почему двадцать тысяч лет назад не посмотреть. И мне кажется разумным поставить вопрос о повторных исследованиях совпадений ряда зодиаков с теми изображениями, вовремя, совпадения положения планет с этими зодиаками. Если окажется, что они в кучку лягут несколько зодиаков где-то в районе за пятью тысячами лет до нашей эры, извините, это будет мощным доказательством, что правы альтернативно смотрящие исследователи. Если же они окажутся в районе эпохи Птолемеев, чего, кстати, не наблюдалось, потому что исследования такие проводились, что по Фоменко и позволило спекулировать о новой хронологии Египта. Дмитрий, к сожалению, время стекло. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо вам за ответы. Сейчас вам нужно выбрать лучшие вопросы на ваш взгляд. и вот у вас есть книжка, у вас там есть две книжки и нужно определить, какой вопрос вам больше всего понравился и еще одна книжка у вас есть? Нет, вон там две лежат, вон там две лежат. Николай, покажи. Вот эти вот, да, да, да. Давайте начнем с вас. Какой вопрос вам запомнился и кому хотите отдать книжку? Нам очень понравился вопрос про никель, вопрос Дарья. Спасибо. Так, Максим, вашу очередь. Ну, мне очень понравился вопрос про несоответствие источников. Каким образом пытаются историки с этой проблемой справиться? Кто-то вопрос задавал? Вот, Николай? Мне понравился вопрос про саркофаги. вот здесь молодой человек задавал. Вопрос про саркофаги был. У кого был вопрос? Правда, он очень развернут ответа требует. Так, ну и в завершении нашего сегодняшнего мероприятия я прошу каждого из участников буквально две минуты от каждого поделиться впечатлениями своими, сказать, что вам понравилось, что вам, может быть, не понравилось, получили ли вы то, чего ожидали от этого мероприятия, и что вы хотели бы получить в дальнейшем от таких дискуссий. Даниэр, давайте начнем с вас. Вопрос строительства пирамид уже тревожит умы более ста лет, начиная с Питри. Одни считают, что да, пирамиды можно построить, используя примитивные средства труда. Другие считают, что невозможно, проводя различные сложные математические расчеты. И эта история продолжается сто лет, и все мы бегаем по кругу. И сегодня, я думаю, что мы круг, конечно, не разорвали, но появилась надежда и, по крайней мере, путь, как мы можем прийти к тому, чтобы этот круг разорвать. Спасибо. Сначала, что не понравилось. Не понравилось, что в самой презентации пошло противопоставление. Научная точка зрения и, по сути, антинаучная точка зрения представленная ЛАИ. Я хотел специально подчеркнуть, что все-таки со стороны ЛАИ участвуют разные люди, в том числе и те, у которых есть и докторские, и профессорские, и кандидатские, защищенные за плечами. Да, в основном не в египтологии и не близких к истории Египта науках, но это тоже ученые и тоже добросовестные, по крайней мере, в своих изысканиях и никто не собирался заниматься вешанием лапши на уши или зарабатыванием денег, как иногда представляют. Мы, наоборот, за эти годы истратили собственные, не государственные, не дядины средства и, в частности, вот на первые самые фильмы, я сам принимал участие в его финансировании, ушли не очень маленькие средства, а, кстати, посмотрели не сотни тысяч, а как минимум пару миллионов, потому что раньше народ смотрел более активно, в том числе и фильмы «Лаи», когда были счетчики, там уже приближалось миллиону, потом все это исчезло. А что понравилось, это то, что начат, наконец, разговор, разговор может быть в чем-то острый, где-то есть полемические моменты, где-то хочется заменить ярлыками или другими какими-то аргументами, в кавычках, нормальный диалог, где акценты, где ставить по местам точки должны прежде всего эксперименты. И вот это предложение с нашей стороны провести исследование по изотопному составу и сравнение провести, если оно принимается той стороной, потому что вряд ли мы найдем какую-то там железяку, которая будет работать до сих пор, а вот хотелось Максиму спросить, он согласится ли, что его точка зрения по крайней мере сильно поколеблена, если в отложениях рядом с пирамидами в изотопах будет наблюдаться аномальное распределение, а в остальных частях Египта будет традиционно, будет ли это аргументом для вас? Если да, тогда мы на научной точке зрения, если нет, ну мне как-то так не хотелось бы спорить с человеком, для которого не существует вот таких цифр, которые выводят ситуацию в совершенно другую плотность. Спасибо, Максим. Я еще раз хочу поблагодарить уважаемых оппонентов и всех вас за то, что вы сегодня пришли. Несколько моментов. Ну, прежде всего, конечно, да, по поводу пирамид, просто одна секундочка, вот мне кажется, очень хорошая аналогия это с лунной программой, да, вот мы сегодня летаем только на околоземную орбиту, до этого летали к Луне. Возникает вопрос, почему мы больше не способны это сделать или потому, что поменялась мотивация, это что касается пирамид. Что касается сегодняшнего мероприятия, то я, конечно, очень доволен, что мы сегодня здесь все собрались, это очень здорово. На что нужно обратить внимание, что да, поиск, точнее, поиск вещей, которые сложно объяснить, это очень важно, и это крайне важно для развития науки. Но что не должно сопровождаться, что не должно сопровождать этот поиск? Это необоснованные интерпретации пока не доказанных вещей, да, соответственно, я крайне против того, чтобы появлялись идеи об Атлантах, об инопланетянах, о какой-то там сверхцивилизации, просто потому, что это слишком упрощает ситуацию для рядовых людей, да, это не помогает в том числе развитию критического мышления, это первое. Во-вторых, я крайне против того, чтобы муссировалась идея о том, что ученые что-то скрывают, потому что я думаю, что раз мы здесь все собрались, это одно из многих доказательств того, что ученые ничего не скрывают, наоборот, пытаются быть открытыми, хотя часто это в недостаточной степени делается, в том числе потому, что не так много издается на научно-популярной литературе. Ну, а самое главное, да, поиск интересных свидетельств, сложно объяснимых и совместное их объяснение, это очень важно, но объясняться они должны, исходя из-за, критериев научности. И вот ответ на вопрос относительно изотопного состава. Давайте потом, уже просто время уже подошло. Чтобы это было просто в официальной трансляции, да. Ну, во-первых, должно быть научно обосновано, что то сочетание изотопов, которое предлагается как маркер искусственности, что этот маркер научно обоснован, да, и если, соответственно, такие данные будут получены и выяснится, что соответствующие слои в ГИЗе, они точно являются искусственного происхождения на данном этапе, да, ну, соответственно, естественно, это нужно будет принимать во внимание. Естественно, это нужно будет принимать во внимание. Пока либо не будет доказано то, что, ну, собственно, да, это нужно принимать во внимание. Спасибо, Максим. И, наконец, Николай Васютин. Во-первых, конечно, мне очень радостно, что сам диалог такой начался, потому что очень, на самом деле, я долго ждал этого, потому что меня очень во многих вещах обвиняли, что вот это все подделка и так далее, то есть вы, по крайней мере, кто хочет, может подойти посмотреть, какие есть следы, что они действительно соответствуют тому, что есть. И что, как бы, мне хотелось бы, понимая, что это не может быть в формате вот такого мероприятия, что вот многие мелкие моменты обсудить детально. Вот мне прям хочется, а вот не может никак. Вот это то, что, как бы, мне очень хотелось бы. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо. Николай очень верно заметил, что в рамках одних дебатов, ограниченных одной темой, нельзя за два часа обсудить все, что хочется. Спасибо, что пришли. Мы таких мероприятий пока не устраивали. Нам очень интересно ваше мнение по поводу такого формата. Пишите, заходите в группу общества скептиков ВКонтакте, пишите свои впечатления, какие-то замечания, предложения. Нам будет очень интересно прочитать, чтобы как-то этот формат жил в будущем. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что приняли участие. Спасибо вам, что согласились говорить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ